Субтитры сделал DimaTorzok Все, стрим попер заново. В общем, сегодня что мы увидим? Давайте я вам покажу. А увидим мы сегодня следующие матчи. Так, сейчас погодите. Текст возьму. Диер против Дарка сейчас в бо 5. Вы видите. Исухира два полуфинала, два ПВЗ. Поэтому кэшкруто из сюда инновейшин вышел. Так, вероятность не зеркалки в финале повелечивалась. Но он не вышел. Хиро не прошел. Хиро убил Рога и нам еще на красавицу. Очень на высоком уровне сейчас находятся, соответственно. Ну и хотелось бы, чтобы не зеркалка в финале была. Для этого по одной паре победил зерк, а другой протас. Какие это будут зерки и протасы, я не знаю. Диер Дарк и Сухира. Наверное, тут везде зерки фавориты, наверное, скорее всего будут. Я не знаю. Посмотрим. Не хочу даже загадывать. Вот он, Дарк пришел. Сейчас, видимо, все начнется уже. По чуть-чуть, по чуть-чуть стартанем. Грего. По чуть-чуть. Более вернуть它的 камень. Прямо. По чуть-чуть. По чуть-чуть, пихо. По чуть-чуть, везде будут. Везде будет. Обновляем. Так, сейчас на Team Liquid стремешник добавлю. Опа, а что такое? Чё-то Twitch не хочет идти, а чё он не хочет идти, да, я ещё не понял. Ау, пошёл, всё, отлично. Пошёл Twitch, так, добавляем, короче, на турнир, всё. Всё работает, всё ништяк. Пильну рекламу, чтобы отсчёт пошёл. Пока ничего не происходит и... Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, ну что же, чё-то, короче, пока они всё чиркают и чиркают, по ходу дела, ребят. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так, вот там кранк зашёл. Кстати, сходил вчера в кино всё-таки на Салют-7 С женой. Ну, вот. Конечно, есть там моменты, которые мне не понравились в итоге. Посмотрите, увидите там. Типа сишки, водка там и т.д. Вообще, какое-то странное поведение там в космосе, но... Вот такие вот дела. Салют-7. Я же говорю, ребят, всё, зашёл сюда. Ну, в целом, мне понравилось, как бы, фильм. Ну, то есть, картинка просто, конечно, замечательная. Картинка просто замечательная. Красота. Ну и так, как бы... Советскую символику хоть не пожалели. Там тоже всё здесь. Здорово. 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 Киберлесник. Здорово всем. Диердарк начинает. Сегодня специальный фпчик. Чуть пораньше. Блин, забыл человеку её отписать. Так, надо наоткрыть контакт. В паузе отпишу ему, блин. Даже. Блин. Звуки. Продолжение следует. Звуки. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, семена там лишние один, да? Да, все, убираю, ребят. Короче, все, я здесь... Да-да-да, да-да, все нормально, ребят. Все убрал. Короче, давайте смотреть игру. Нексус первый со стороны Хира. Было два гейта, здесь первая карта, путь на Айур. Дарк играет. Играл, соответственно, 17-ю хату, газпул, третью до готовности пула. Оба халявили, короче. Небольшой сопла и блок у Хироча. Дарк все прекрасно видит. Старгита тайминг, то есть билд с протаса. Адепты приходят, но два линга есть и 12 выйдет. 14 собачек сейчас будет у Дарка просто. И я думаю, что навряд ли адептов получится здесь что-то сделать. Адепты в мейн заходят. Хотя не рабочих штуки, 3-4 подрезать реально вполне. И одного за дэмэджи. Ну, 4 рабочих на 2 адепта более-менее. Это размер для просто такой ситуации. Учитывая, что Нексус первый еще играл по рабочим, то он в плюсе. Дома один адепт есть, и два еще строятся. И Оракул первый подстраивается. Но третьего Нексуса пока нет. То есть, чтобы его построить, третий Нексус начать строить. Нужно 3 адепта плюс Мазерфор плюс Оракул. Только вот это количество собак могут держать 14 штук. Так, ну Дарк решил поковырять адепту. Ну, вышли еще два и объяснили, что не надо так делать. Вообще, дарова Динган. Да, Дир, конечно. Хиро в следующей паре будет играть. Два брата Акробата, Зерга, Су и Дарк здесь присутствуют. Ну, и бывшие тиммейты, и небывшие тиммейты, Дир и Хиро. Протсу с ними бьются. И на Лэйшн вылетел в полуфинале максимально далеко прошедший тиран. Вот, ну. Остается только надеяться, что не будет у нас ПВП, либо ЗВЗ в финале. Ну, если выбирать Зеркалку, я бы, конечно, ПВП бы выбрал как Протс в финале. Ну, хочется верить, что все-таки у нас ПВЗ будет. В одной паре Протс победить, в другой Зерк. Кто это будет, мне вообще не важно, как бы, по сути дела. Вот. Потому что здесь реально, как бы, ну, победит сильнейший. Так. Опа, стазисочек пошел. Ух, две личинки. Дрончик заоблочен, минус Оракул. Ну, что ж ты, Хиро, делаешь-то? Взял Оракул, отдал. Ну, приятный момент такой. Не надо было отдавать его, конечно. Да и вообще юнитов отдавать не стоит. Уже третий некст раскачивается. Ну, посмотрите, на самом деле, здесь на экономическую ситуацию. По рабочим почти вровень. А тут здесь еще два дрона Хиро умудрился отфокусить. Через центр два адепта врыв делают. Через дальнее направление. Опять четыре этих адепта пытаются что-то сделать. Здесь зажаты два оказались. Но здесь Хиро зато заходит к рабочим. Ай, собаки, как они вовремя вышли. Могло бы сейчас минус сразу два дрона быть. Но собачки вышли в такой тайминг, что просто адепты сразу отвлекли. И они залп сделали именно по лингам. Один адепт все лишь телепортируется здесь. Короче, вот это провальный врыв четырьмя адептами. А суммарно шесть Хиро отдал вот сейчас. То есть все было по размену, было все в его пользу. Но зачем-то он взял. Сейчас шесть адепт отдавал. Но в это время выходит он в пуш, между прочим. Чарж плюс архивы темпларов. То есть плюс архончики будет. Восемь гейтов. Два есть, шесть строятся. Дома тут пару зелков. У Мазеркорса, давай, не забегай. Нет, дружок, ты плака. Это дарк, агрессивный этот дарк просто. Это жесть на самом деле. Да, Дир, конечно, Хиро нет здесь. Так, еще два гейта. Десять гейтов будет у Диро вообще. У Диро, простите. У Диро. Так. Архончик добавляется. Ну, одного мало, нужно больше архонов, конечно. Их будет больше в ближайшее время. Здесь четыре бейна идут. Реакция великолепная. Диро сейчас была. Уничтожены архоны. Ой, уничтожены Беллингер. Здесь четыре уже архона сейчас станет. Плюс два гейта. Скорость сюда делается. Будет десять вообще. Так, шестьдесят шесть, семьдесят рабочих количеств в пользу Зерга. Дарк не видит направления пуша сейчас, откуда будет заходить Дир. Он заходит. Так, что есть у Зерга? Тридцать одна собак, шесть бейнов. Это явно недостаточно, чтобы вот это вот все принять. Даже четырех архонов. Да, варп еще и дел коп. Плюс четыре эки подведет. И призму-то ближе. Ну, ема. Еще последнее время протца вот меня просто поражает. Призма где-то вообще за, я не знаю, за полкилометра стоит, блин. Зайди ты ее, заведи ты нормально вперед. Да что она стоит-то здесь, не пойму. Два зелка на дальнюю. Здесь плетка собаки отбиваются. Здесь пуш пошел. Беллингов, кстати, архонов. Танчик неплохо. Зелков только не подводи. Архонов сплетануть, конечно. Архоны сплетанулись. Три живые. Зелки живые. Призма чуть ближе подлетела. Вот что мешает взять и вот здесь разложить. Вообще не понимаю никогда этой хрене. Но мешает, видимо, то, что контроля мючка не хватает. Протца одновременно и макро занимается там дома моментами. То есть он заказал четвертый Нексус. Но и здесь драка провальная. Нет бы взять все в кучу. Да видно же, что бейнов нет. И пробить вот это направление. Вот идет все на третью хрен пойми. Зачем вообще туда идет? Архоны с собачками тут месяца. Собак вышло много. Вот эти юниты не поспевают. В итоге просто разменивается вообще не очень. Зато Мазершип уже делается. Нет бы пробить сейчас прям в лоб. Ну, Мазершип хоть делает и то неплохо. Здесь собак, конечно, агребут. Вейлингов можно было бы и минуснуть. Архон забирает Архона. Овер, овер, овер. Но в любом случае, Диэр, кстати говоря, в плюсе здесь. В этом пуше. Сейчас еще будет разводка на мейн. Призма плюс довар. Эти куда-то пацаны к четвертой пойдут. Я не знаю вообще, куда они там пойдут. Так, прилетают делки и на мейн. Ну, собак отвлек. Здесь как бы идет хрип убивает. Ну, надо ли сюда вообще врываться? Не знаю, решил Диэр уже отступить. Уверен он в своем макро. Он у него больше рабочий, чем у Зерга уже. У него поля, у него там Мазершип делается. В принципе, с такими технологиями ломиться как бы смысла нет. Слишком сильно, но вопрос в другом. Кстати, есть же Зерга, не шпиля, а не Гидра Дэна. Что самое интересное, Мазершип не законтрить вообще. Не законтрить. Причем никакой агрессии Дарк не проявляет. Сейчас все в обороне. А здесь ни фотонки в рабочих. Ничего нет. То есть Диэр только атакует. Ни на какой вообще базе. Вот только на четвертой сейчас. Четыре фотонки ставятся. Причем в кучу сюда вот бейлинги просто заходят. Вот с этой стороны в эту клич, потом в эту все взрывается. К чертям 8 бейлингов взорвет. Все нафиг вообще. Даже 6 почти все взорвет. Там пару лингов еще будет. Пятый Нексус же пошел. Диэр какой-то макро. Монстрляндию просто демонстрирует сейчас. И встал пассивно стоит. Встал пассивно стоит. Гейтов 10 штук. Варпать можно. Там имморталов по одной штуке строят вообще. И что же это будет? Шторм. Да. Имморталы. Да. Поля грейд. Да. Но здесь-то ультра, которую по земле не просто законтрить на самом деле. Так, еще фатоночек с этого направления. 75 пробок. Третий уже иммортал делается. Призма как-то вперед полетела. Спалила дир забегания линга бейлингов. Сразу армию сюда подводят. Готов встречать, готов принимать. Архончиков все новых и новых добавляет. Ну, призма тут развожилась. Ну, нужно ли, когда столько оппонента лингов и бейлингов вообще что-то там куда-то ломить? Просто штук 12 бейлингов никуда сейчас скатились. Часть в архон, одна потонка погибла. Но бейлинги это не дешевое удовольствие для зерны на самом деле. С Дарком шутки плохи, ребята. С Дарком вот он продемонстрировал, например, в предыдущих матчах своих против Гумича. Как с ним сидеть на месте. Гумич все идеально делал. Супергрейды круто там. Вообще все замечательно. Но в итоге взял и развалился на лейте. Так, есть линги. Там зелки архоны врываются на четвертую. Зелки архоны врываются на вторую с Мазершипом вместе. Здесь вторыми на дальней базе Дарк напрягает Дира. Ультра ковыряет там что-то. Что она там бьет? Зелки архоны проломали четвертую. Зелки архоны и Мортлы с Мазершипом проломали вторую базу. Телефома полностью. Здесь несколько собак будет отбито. Да, 17 пробок слил, но это не страшно, что пробок эти слил. Так, штормы по имам. А вижена-то нет, а в сервера-то нет, ребят. Где вообще оверсиры? Вот оверы летают. Ну, это же не первый Старкрафт, они не обнаруживают ничего. Телефорт домой от Дира пошел. Здесь еще архон валит людей. Точнее, не людей, а зверей. Зергов. Ну, сейчас Ультрала ему объяснит. Еще и Линк затанковал немножечко вообще. Ему даже хп не снял практически. Ну, в любом случае, Протс в абсолютный плюс. Там дрался, разменивался. Дома и Мортлы, дома экономик. Хороший, архонов уже там вообще становится просто немерено. И Dark пишет GG, понимая, что все здесь. Chrome Tense. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Ну что, DER 1-0, ребят, против Dark'а. Повел... Как бы сейчас DER Dark'а не одолел, а Хиросу... Ну, неважно, ребят. Тут реально как бы не... В этот раз пил он гейт, газ, неексус, кибернет, каудиера. В предыдущий раз неексус 1-й был. Dark' 17-ю хату ставит, но будет ли он переходить, например, 3-ю до готовности пула, я не знаю. Газпул пошел. Харас, минеральная линия идет, пробка сейчас. Мехдепо карта у нас, кстати говоря, DER красный, Dark' синий у нас. Так, в предыдущей карте было, по-моему, позиции 7 часов и час дня. 7 часов DER, час дня Dark. Третьей хатой, за какой-то раз не спеши, две королевы заказаны. И скоро с лингом пошла. Ну и адепт Stargate у DER. Похоже на предыдущую игру. Да вообще просто редко по-другому сейчас открываются как-то. О boucle. Но у вас идут по бою. Субтитры сделал DimaTorzok Пришел DimaTorzok Разведал все, третья хата делается Ну уже по готовности королев Зато инъекции идут И здесь дроны строятся Привет Штаг, привет всем пацаны У нас уже больше 300 человек на твиче на гудгейме Поэтому всех я вас рад видеть Дома Оракул прям через овера прилетел Густится грелка Как раз таки шпать ховеров погонять Не знаю оправданно ли строить грелку А скорость овером уже есть Мне кажется можно отменить феникса Заказать одного так и так примешь Дешевле юнит будет С другой стороны грелка и против земли может атаковать Ну да она как бы понадежнее Но она занимает лимит Но лейти там если гради навозов не делает То Тогда она особо там и не решает Ой ее испорки нет на мэйне ребята Успела Дирс Как здесь все сделать больно Мог бы больше нажечь я в этом уверен Если бы сейчас не растерялся Вот здесь вот залетел бы просто Прокликал бы рабочих Ну 5, не 5, 6 я думаю максимум мог Нажечь из Дирс Идеально сконтролил Но он не сконтролил идеально Четыре рабочих забрал 41, 44 Все по пробочкам чуточку Плюс и второй старгейт Это не просто Вот почему здесь еще грелка нужна Потому что здесь второй старгейт Как вы видите А второй старгейт Это что значит Что возможно оракулами Сейчас вы их будет Грелка затанчет А оракулы ворвутся сзади Вот у нас два есть оракула И два одновременно еще строятся То есть грелка 4 оракула Тайминг будет хороший Один правда на 25 хп всего То есть он много там дел не наделает И в каком направлении бить На третью, на вторую Или на какую-то еще базу Непонятно Но на вторую удобнее На третью точнее удобнее всего Потому что здесь у нас эти Адепты еще заходят Пошел ревелэйшн Ну нахрена емае Вот это вот Не понимаю Заробот он Не понимаю я зачем Вот этот ревелэйшн нужен был Потерял во первых поля грелки Убил один криптумор Все у оракула нет энергии Ну это дэмэджен правда оракула Так адепт пытается заходить на третью Иллюзии полетели Ко-как второй Да, к второй базе летит У нас вверх А на мэне что? Оракула плюс грелки Напрягать буду сейчас 16 лингов заказано Королева приходит Грелка сверху Там облетает оракула Под королевами просто Что ты делаешь? Минус дэмэджен И сразу Что за контроль у дирек? А, здесь адепты еще зашли Точнее это не еще Это те с мэйна прилетели Но 10 пробок забрал Как-никак Сейчас грелка облетит Затанчит и грелкой 5 оракулов Уже что мешает Сейчас взять И сбрить королев этих Например Или спорку на мэне И рабочих Все равно здесь дарк Ничего с собаками Этими не сделает Но дирка Супер сейфову Хочется играть Вообще супер сейфову Так, вот грелка Газ начинает сжечь Уграю 5 уже Без тех двух оракулов Вообще ловить здесь нечего Сейчас еще и грелку Можно слить Два флитбекона Куда тебе столько Братан Ты зачем тебе два Дир вообще не догоняется Заказал уже один флитбекон Что-то он потерялся В своей же игре По-моему Немножечко Четвертого ха К моментально отменят Естественно Дарк эскейп жмет Надо дэмэдж вырубить Дэмэдж вырубается Будет на грелочку Ой, на королеву На лун Да, пошел на лун На королеву Дронов пытается Фокуснуть И много отфокусил Дронов 13 дронов Отфокусил Дир Ну и грелки поперли Флитбекон на 1 О, нашел Увидел Отменил Один флитбекон Молодец У нас дед О, нём 100 лишний И четвертый Ницц пошел Ну и увидим Армадку Вообще Видимо Так Анков Бобби Привет БВ ХЗ Когда будет На самом деле Потому что Ну вот Русбрейн Капа Анонс Уже есть На гудгейме Вот тогда Будет БВ Когда корейцы Будут играть Будет БВ Также Сегодня Браток Там Шоу Матч Ну я бы написал Конечно Тем Кто там Организатор Типа Этого Матча Но пока Ответ Никакого Нет И Скайп Там Они Уже Не Появлялись Думал Что После Вот Этого Турнира Браток Братка Постримить Первый Старкрафт Шоу Матч Ну Не Не Вижу Пока Никого И Ступор Рестримить Короче Видно Будет Короче Видно Будет Так Четвертый Нексус Четвертый Нексус Чарж Грелки Продолжают Строиться Архивы Темпларов Это масс Грелки Плюс Земля Что ли Какой-то Странный Микс А вот Фениксы Пошли Здесь Залетает Просто Мутка Прямо На Грелочке Ну И Фениксы Конечно же Все Отгонят Здесь Потомки Четыре Базы Здесь Четыре Хаты Тоже Как Бразовер По Рабочим Пятая Пошла И Караптеры Пошли Ничего Себя Развалить Грелочек Четыре Грелочек Шесть Штук Три Феникса Блин А там Этого Уже Достаточно Чтобы Все Развалить Мазершип Заказан Плюс Шесть Гейтов А уже Имеется Четыре То есть Десять Будет Надо Фарж Греды Продолжать Делать Восемь Караптеров Есть И шесть Делают Все То есть Маз Караптерами Решил Дарк Все Здесь Отконтрить Сдается Мне Что Не факт Что У него Получится Это Сделать Но С другой Стороны Продолж Приостановил Продакшн В Таргитах Может Пойти Получится Караптеры Залетают Муталиски Залетают Хватит Все Полетело А Мазершип Дарк Разбревает Благоденыш Мазершип Брил Улетел Но Теперь Караптеры Они Очень Хорошо Смуты Кооперируются Смутой Что Называется Стакуются Как бы И Дополняют Друг Друг А у них Скорость Сейчас Большая Чуть Меньше Чем Мутки На Единичку Там Поменьше Примерно Даже Меньше Чем На Единичку И В итоге Мобильный Микс Получается Такой Все Караптеров Уже Реально Много Уже И Грелки Могут Не Спасти Почему Потому что Как они Разогрев Рубят И В таком Положении Они Смогут Победить Этих Юнитов Караптеры Просто Возьмут Улетят Но Дир решил Что Надо Контр Атаковать Контр Атакует Караптеров На Муви Выходящ Сбревает Здесь Просто Прилетели Падут Но По земле Это Вообще Нечем Гировскую Армад Куад Бить Роучи Заказ Ну Смотрите Таргеты Как падут Нексус Правильно Что Надо На разные Цели Все Так Оставать Нахрена Только На газ Непонятно Уже Здесь Более Приоритетных Целей Реально Дофига Моны Архивы Темпларов Здесь Уничтожаются Как же ХП Кончается Всего Два Караптера Поливают Смотрите А как ХП Кончается Жестко В это Время Правда Зилки С архонами Да Они Пошли Шпиль Тут Убивает Что Дир Делает Надо Идти Вперед Как-то Пытаться Разобрать Он Шпиль Там Убивает Гейтов Осталось Не очень Много Сталкеры Есть Сталкеры Без Блинка Здесь Роучими Реведжерами Дарк Пытает Встретить Соплай Блок У Дира У Дарк Соплай Блока Нет Караптеров Сюда Не вижу Смысла Даже Возвращать Они Все Что Здесь Могут С грелками Побиться Немножко Здесь Надо Роучи Реведжерами Именно Кайтить Стараться Есть Крип И Здесь Тяжеловато Что-либо Сделать Все Пошел Замес Разогрев Рубается Караптеров Стэк Мутарисков Караптеров Архонами Залп Да Еще Один Не дает Дир Залпа Ну Там И Воздух Погиб Караптеры В итоге Не При Дилах Ребят Это 2.0 Дир Просто В мясо Укатал С землей Плюс 2 На землю Готовы Грэйды Ой Он там Прямо Разбирает Даже Я хотел бы С потери Глянуть Потери Ксати Близкие Достаточно По Ресурсам Так Что За Адские Лаги Пацаны Есть У кого Адские Лаги Скажите Мне Пожалуйста Пока Я что Жалоб Не вижу Особо Никаких На Адские Лаги Оп Все Окей Понял Спасибо Ребят За Инфу Значит Это у тебя Что-то Не то Вайт Токсик Так Пиляю рекламу Ребят Про Локи Помните Про Продежку Все Все Понятно 2-0 2-0 Дир Ведет Дарк Как-то Прямо Резко Он 2-0 Повел Согласитесь Ожидал Ожидал Немножку Других Матчей Тем более Здесь Дарк Фаворитом Казался Ну Что-то Что-то Не то Что-то Пошло Не так Пока Что Продолжение следует Продолжение следует Так Ну Все Дир 2-0 Ведет Что С новым Креслом Случилось Случилась Отдача Кресла Моему Другу Вот А я Ся Ставил Конечно Старое Ну Что Камбэк От Дарка Или Дрено Или Треноль Так Из Пилона Отменяются Да Да Пилон Был Отменен Заблочил Второй Дир У самого Пилона Гейгас Нету Кибернет Незваный Гость У нас Карта Позиции Дарк 5 Дир 11 Дир Да Дир На форму Вышел Сейчас Очень Хорош Перед Блесконом Но На Блесконе Его не будет На Блесконе Будет только Три Просто Статс Хира И Нив Продолжение следует... Ну что, разведывательная пробка домой вернулась. В этот раз пул первый играет Дарк на данной карте. Есть пилон Гейт, Гастникс, Кибернетчик, КВД, Старгейт. Абсолютно стандартный билд. Все почти просто играют этот билд. Ну не всегда, конечно, но он самый частый. Солнце, что-то, сегодня как-то распогодилось, вчера по прогнозу было, что дождь у нас будет, хер там был, не дождь, солнце днем, видишь, и земля просохнет сегодня, может на велике будет прокатиться-то, было бы круто. Лизовой фонд на Блесконе 700 тысяч долларов. 281 место, по-моему, остальные не помню, как там распределяются. Короче, много-много. Больше, чем в прошлом году. 500 было от Близзардов и 200 добавили, как бы, уже от продаж этих скинов всех. От скинов еще на больше уже напродавали, но это будет на поддержку следующих сезонов ВЦСов там, в общем, впущено. Так, Оракул полетел вперед. Ну, Старгейт, Стригейта, ребят, в этот раз не грел Коа Феникс с заказом. Это говорит о том, что, скорее всего, масса Оракулов не будет в этой карте, а будет какой-то другой билд. Три дрона минус, ну, где Оракулом первым? Ну, хоть что-то сделал. Феникс, скажу, овер, разбредить оверы без скорости вообще. Я видел какие-то новые скины там у кого-то. У Мэджика были или у Каби там дикие какие-то дроны с пилами и вообще они выглядели как-то странно вообще для Старкрафта. Это, оказывается, за билет на Близзкон. Интересно, билет на Близзкон они тоже часть призовой будут откладывать или все все забирать. Это же Близзарды. Так, стенка какая-то странная. Ну, кстати, пилон спереди стоит, все вот, питает. Ну, здесь можно тоже вот один так заказать, он тоже все здания будет питать, чтобы продублировать. Опа, адепт-то не на халде. Адепт-то не на халде. Два вперед пошли. Адепт-то, где ли-то это? Адепт дома на обороне, получается. Адепт и люди пошли вперед, но это отдача двух адептов. Ну, два дрона сбрил хоть что-то вообще. И здесь два дрона сбрил еще двумя адептами у нас. Где? Ну, потерял тоже четыре адепт четырех дронов вообще. Да, вот эти именно скины. Такие-то они не старграфского типа. Какие-то, блядь, анимешные, что ли, я не так их назвать. Мультяшные какие-то, наверное. Странное распределение рабочих ударков, кстати. 9 дронов на второй, 17, зато на третий, на мене 16. Здесь это добавить бы не мешало бы. Все, добавил до 16, да, ровно-ровно, здесь 20, а не, до 15, вру. Здесь у нас 20, но там газ в перспективе будет, макро хата, роучи мази. Странное забегание собак, которых Архон просто распальтушил сейчас моментально. Все устроится, где Шторм делается, плюс один чарж. В этот раз чисто в наземный стиль, где решил сыграть. Ну, посмотрим, вот это более стандартно. Как же здесь, как же здесь Dark против Standard сыграет. Футуристические. То есть, для 2500 года какие-то странные циркулярные пилы из 20 века, бредовые, это футуристические, я бы не сказал бы. Инфестейшн пошел. Хайв, конечно же, будет выходить. 17 роучи у Dark есть. Ну, это не агрессивные роучи, а оборонительные, скорее. Здесь что-то Дер начинает камни проводить, где четвертую, интересно, Дер брать будет. То, что он ее брать будет, я не сомневаюсь, на самом деле, вот у него 8 гейтов. Он пуш скатил, у него больше, наверное, было бы. Так, тут заблудились три рача, куда они идут? Они просто не тем маршрутом пошли, бедняги. Так, сейчас потом Миш гляну скин этот. 7 свармхостов, я уже узнаю под этим скином этих юнитов. Это рейвичок, свармхосты, у Dark пошли. Ну, посмотрим, как они идут. 13 уже, офигеть, просто у вас столько много-то хостов-то. 15 ванхостов. Ну, опять же, если Дер какой-то выход сейчас сделает, он может и убить. Причем он играет без шторма, и вот он эти армии может просто ему... А, погодите, со штормом уже есть он. И здесь эморклус, 4 эморклуса. Он может просто сейчас сразу взять и выход сделать. Кстати, свармхостов заметил. Вот они стоят. Надо шевелиться, и тогда все будет ок. Но нужно эморклов брать с собой. Сразу же фотонок 8 штук. Блин, Дер молодец. Посмотрите, какая подготовка. Сразу 8 фотонок. Так, грелка пытается дамажить. Попробую тут задамаживаться. Зелки варпятся, фотонки есть. Блин, какие же локусы в плане их убивать? Они имбовые вообще против. Смотрите, они просто... 8 фотонок, пачка зелков. Все просто они развалили. Вообще все развалили, блин. Только вот не хватило времени вообще. Какие они жесткие все-таки. Я постоянно поражаюсь этому. Но, а вот эту армию развалить они не смогут. Здесь штурм, здесь сплэш вообще. Ой, блин, и покатили штормовиков! Хорошо, один штормовик остался. Подловил Дарк Дера здесь. Ему вообще сваливать отсюда надо. Че он здесь бегает по крипу уже? А, он хочет об сервером и вычистить крип здесь немножечко. Хасты с другой стороны. Заходит это блок армии. Будет, кстати, смотрите-ка. Интересное решение. Армия заблокирована! Линги Роучи сбоку заходят. По-моему, ребят, здесь может решиться все прямо в этой битве, в этой схватке. Я бы сказал... Ну, тут Мазершип с другой стороны. Ну, как-то просто встает сильно вообще. Да. Так, ну штормы, кстати, локусов неплохо валят У них 50 кп с одного шторма, получается, не падают Ну и морпус трёх ударов, чёрт побери, их убивает Зачем так тяжело всё делать? Здесь сделки и дропнулись, пытаются там сдержать Здесь с мазершипом ДР-4, некст обороняет Попытка добежать до пти-штормовиков Не-не-не, дружок, до пти-штормовиков не добежать То есть Дарк просто в наглую сюда бежал В расчёте на то, что даже вижена не было Что он просто взборвёт сплэшем пти-штормовиков Тут призма будет убита В принципе, у Протца ещё есть боевой лимит И неплохой, вот уже первый карьер у него сейчас выпил Видите, минус одного стергейта А вот, да, ещё плюс два добавляется Две призмы просто на муве сбрита Сколько лоукустов? Зилки вообще ничего сделать не могут Архон падает, иммортлы тем более ничего не сделают Караптеры нефтус заблевали там своей зеленью, блин Здесь бэйны вкатываются, да не, ребят, похоже, что здесь уже ничего не сделать 200 на 120 и экономики уже не осталось Посмотрите, убит никто здесь был Да вон карьер висит Минус карьер, то есть прям зародыша контрить всех этих карьеров у нас Да, вообще в хлам караптеры их разваливают Сейчас зелень закэдэшится, можно ещё залить А, нет, хотя здесь сталкеры будут, не залить будет Скорее всё, надо было улететь отсюда, вон Что и делает Дарк Ну а роучем и лингами экономику шатает Причём даже у него нет ни гидры, ничего То есть воздухов караптера, контря... Ой, хорошие штормы прошли Здесь роучем прижгло, конечно, аж на 15 лимита Но это ничего не значит вообще Отсюда опять локуста Это будет минус Нексус, скорее всего Даже учитывая, что Шторм с первого раза убивает Пока он убивает, эти локуста такой ДПС могут нанести Что Штормяка вообще моментально сберет Всё, ребят, ГГ 100 на 180, я думаю, сейчас Дир сам всё поймёт Уже наконец-таки, потому что его трепая трепается От всех сторон Дарк, а он всё не готов сдаваться Хочет до конца гейминг нам продемонстрировать, но... А, ну здесь что? А, здесь Дарки режут, су-15 дронов срезал Всё равно не сдаётся, упорный такой боец Ну, кстати, 30 рабочих есть Ну вот один Нексус новенький Только здесь же всё кончается Будет выход, да, будет выход Три Кайра, три Архона, два Аморфа, вот четыре... Все... В каждой твари по паре, короче, здесь... Реально разношёрстная армия Но она не вся имеет грейды уникальные И, по-моему, её не доста... А, ещё Тормовиков ещё здесь нет Там и Карапторов 14 Кстати, там... С вармхосты её основная сила получается Против этой армии Протусовской Здесь собаки забегания делают уже Карапторы залетают Минус Кайрера С вармхосты локку заплодили Телепорт хочет сделать? Нет, да уже поздно Куда тут сделать его? ГГ собирается Писать уже юнитов, дёргает На муле 2-1, ребят 4-3-2-5-5-5-5-5-6-6-7-7-7-7-8-8-7-8-9-7-7-7-8 Так, ну что же. Все юниты, короче, у всех раз имба, тут уж ничего не поделаешь. Здарова, Агерыч. Да, Миша, я посмотрел, что-то типа того. Ну а чё, мастер коллегий каждый день идёт, каждый день и стримлю, буду так продолжать. Вечером, единственно, стримов нет особо, ну как бы дела были какие-никакие там. Вечером. Агерыч. Вечером. Вечером. Звучит. Вечером. Ну все, погнали, ребят Четвертая карта Матчпоинт у Дира уже давным-давно есть Он 2-0 вел, но Дарк одну карту Отквитал, и если сейчас сравняю То Развязка может быть Какой угодно, естественно, карта Одиссея Позиции Дарк 5 Дир 11 Так, решил Газпул сыграть у нас Дарк Увидев, что пробку сюда едет, понял, что Хату не успевает пилить и просто с мейна Играет, ну, правильное решение Я думаю, в общем, в бой нет Вот этот дрон точно Хатку поехал строить Ну, по-моему, здесь блок Блокенческис будет сейчас Ап, успевает прям вообще Вот еще бы секунду и не успел бы Блокенческис не будет, короче говоря 15 дронов на минералке На минеральной линии Да, 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 да Ну что, вторая королева дома, две собаки и дроны пошли. Дарк всегда так делает, ребят. Дир, Эпилон, Гейдас, Нейвс, Кибернет, Квадеп, Старгейт. Уже четвертый раз подряд одно и то же получается. Не было еще, по-моему, карты ни одной, где Дир, по-другому. Квады точно не было. Да, разные были переходы, потом на Лейте разные варианты продолжения билда этого, но здесь, здесь все одно примерно происходит. Стенка здесь еще не закрыта. Сейчас второй адепт выйдет. Здесь на рампе стоит. Опа, привет, говорит, собачонок. Сейчас тебя расковыряем. Адепт вперед пошел, собака будет принята сейчас. Овера без скорости. Оракул заказан сейчас. После Оракула либо Феникс, либо Грелка будет, не знаю, что точно. Дарк уже третью базу строит. Ну, все достаточно стандартно по рабочим нагоняет постепенно. Не инъекция. Далее Криптумор пошел. На Мэйни инъекции делаются. Так, ну и третья королева. А это-то куда делать, кстати? А вот он здесь стоит. Все нормально. Спорки пошли тайминговые. Ну, спорки аккурат к прилету Оракула достроятся. Даже раньше, чем он прилетит, на самом деле. Дир тем временем пилоны по периметру ставят здесь. И он здесь поставит. Еще даже можно на самом краю где-то здесь. Потому что снизу здесь не... Его никто трогать не будет. И он будет отсюда вижен. Да вот я бы сюда, наверное, поставил бы. Можно сюда и сюда один. Просто он дальше вижен давал. Здесь бояться нечего ставить, по-моему. Так, это залет, ребята. Два дрона минус. Но Оракул еле живой. А то и не уйдет. Вообще, да, не ушел. Хорошая работа Дарк. На два дрона Оракула разменять. Провал полный вначале. Кстати, да. Пробка на Майни Дарка стоит очень даже неплохо. И, кстати, Дир делает расчет как раз на эту пробку. Почему? Потому что Глеф и плюс пять гейтов дома это абсолютно неспроста. Три уже есть и пять сейчас еще будет. Надо ставить пилон и не париться вообще. Пройдет так пройдет. Я, кстати, не заметил даже пробку. Это спасибо за информацию. Вот. Будет пилончик-то, не? Нахрен-то это делается-то вообще все. Оп. Пошел пилон. Да-да-да, ребят. Но если Дарка так, я просто буду супер рад. Если Дарка так, Дир минус нет. Объясню почему. Потому что Дарк это фанторез вообще галимый, на самом деле, из корейцев. Все у него ни о чем там. Всех он забреет, короче. Всегда он такое в интервью говорит. Ну, а здесь просто тебя с мейна, братан, бреет. Потому что ты пилон не проверил здесь. Да, адептов шесть уже, да, варп идет. Здесь еще не готовы глефы. Четыре адепта пришли. Это отвлекающий абсолютно маневр. Два погибли, два ушли. Здесь надо побольше. Еще один бы варп бы сюда пропустить. Как раз Даркшайн бы уже наполовину был бы готов. Да, Дир не спешит здесь. Варп это очень похоже на, ребят, на 3-1 в пользу Дир. Потому что я не вижу для Дарка средств отбиться. У нее 9 собак. Это все, что есть. Все, адепты начинают пальтушить здесь просто. Королева никуда не денется. Она не может уйти, соответственно. Не знаю, стоило и отменять иллюзии. Дир решил, что здесь на мане не будет биться. Надо сплитануться. Нафиг в рампе-то стоять. Да сплитанись же ты. Сплит пошел. Сплит не идеальный. Но слишком много адептов даже при этом не идеальном сплите. Здесь еще варф идет. На третьей базе те два, которых выжили, пришли. Фокусить ими, правда, не получается. Надо супер идеальный контроль. Один троуч откуда-то. Откуда он? А нет, второй еще где-то. А, вон тут второй подходит. Вон он отсюда идет. Да эти ровуч вороны лучше ровучи-то. Дарк не показал побольше. Странно. Они, в принципе, уже и не успевали. Сейчас еще спорка на мане погибнет. И здесь уже и два дарка. Но они на вторую идут, где спорка есть, кстати говоря. Смотрите-ка, дарк-то отбивается. И по-рабочему он в плюсе до тех пор, что самое удивительное. Ну куда дарки-то поперли? Ё-моё, дарки. Королев по льту что-то здесь все убивает. Ну я не знаю. Лэйр сбривает тогда. Взял бы дарку вместе с адептами и выбил бы лэйр. Куда он все прет-то я не пойму. Че там дейеру надо снизу? Ну он хочет в лоб убить. С одной стороны верно. Кстати, уже бы мог гейт бы добавить и варп бы быстрый бы был. Уже давным-давно он мог это сделать. Так, на мейнеру уча минус ну. Здесь спускается. Здесь уже архона нечем танковать. Адепт немного остается. Вот сейчас еще пачечка адепт подходит. Сейчас еще дарк выйдет. Там откуда архон вообще не дерется? Что за контроль у тебя дейер такой? Дарка лимита больше. Но боевой близкий. Все равно архон там разрывает просто несколько юнитов сразу же. Но если здесь не добьет дер, ребят, то ничего хорошего его все равно не ждет. Адепты летают. Здесь харасит. Ну добить он может, потому что лимиты близкие сейчас очень-очень. Роуч, королева еще минус. Сейчас иллюзиями на мейн просто улетать. Соединяться с другой группой. Дарк ошибается, что еще и бейлингов не добавляют. А бейлинги бы ему могли бы пригодиться. Адепты с роучем, с королевой бьются. Собака здесь вообще, она ни о чем ничего сделать не сможет. Здесь надо как-то разводки устраивать какую-то. Роуч выходит. Да, лимит все-таки медленно, но верно. Дир, по-моему, переворачивает эту игру. Адептов до вар был. На второй базе адепты зашли. Там харас пошел. Так, королев пытается убить. Да дар... Ой-ой-ой, уйди ты иллюзиями. Дарками надо свалить. Мимо оверов вообще. Вот так вот сбоку обойти надо было. Тогда бы пришлось бы... Тогда бы пришлось бы Зергу распылить. Контроль здесь. 62-72, ребят. На самом деле, если даже сейчас Дарк отобьется, у него еще есть шансы. Почему? Да потому что... Смотрите на ситуацию. Све базы в 3. Мейн кончается уже у Протса. Рабочих, то есть 40 на 30. Да, больше. Ну а где они добывать-то будут? Фактически их станет меньше, потому что не будет под них минералов просто. Дир решил зачем-то отступить. Я не знаю, зачем он, кстати, решил это сделать. У Дарка лейер, кстати, есть. Но почему-то Ро очень скорость не сделал. Пилон на мейне уже упал. Здесь еще адепт в группу выходит. Но Дарка больше и у Дарка все нормально. Вот этих адепт в тыл не надо было пропускать. Но Ро еще возвращаются. Заим. Заим. И заим. У Ну что, 87-53, ребят, отбился, да, арк, отковырялся, но это абсолютно на самом деле убогая игра со стороны Диера, было все в его руках, я не понимаю, зачем он начал делить армию, летать по разным направлениям просто, если можно было взять адептов и убивать просто всю армию оппонентов, всю. Вот здесь от бэйнов сплетанулся первый раз и все, даже можно было сделать что, просто вот когда он здесь с бэйнами на рампе месился, можно поставить раз адепт, два адепт, такие как бы ворота, и здесь сплетануть группу и частью просто здесь медленно, но верно выбивать, два дарка варпануть, они ДПС по зданиям дали, все, сбривай лэйр, мэйны и не парься, две-две базы останешься, и зерк без технологии, Диер же на чеку-то бред вообще делать, туда-сюда летать, ну в итоге у Дарка все нормально, но Диер третий нексус тая для него тоже еще не все потеряно вообще, вот. То есть, конечно же, Дарк молодец, но в таких руках все в ситуации того, кто агрессивен практически всегда. Ну в данный-то момент точно. Четыре адепта зашли, три рабочих убили, вообще ни о чем размен, ненужный. А 13 ручей, 21 линк, бэйлингом по катухе и вторую когуть у Диера только первая атака пошла, ну хоть нексус третий заказал, в итоге хотя бы рабочие с мейна будут не бесполезны. Здесь уже тоже ребята ставят, минералы кончаются гигантскими темпами, здесь уже и о четвертой базе на самом деле не мешало бы подумать. Так. Плюс еще пищеварники, 90-120, ребята, имморталы поперли. Естественно, Дарк не будет здесь сидеть сложа руки, то есть он будет и золото ставить и попытаться с агрессивностью, но здесь три имморталы уже. А три имморталы против этого микса неплохо зайдут. Но, где эти имморталы вообще ходят? Вот они только пришли, здесь собаки пытаются зайти, надо стенку бы подблочить, стенку заблочил вроде как нормально. И иммортал не отдал. И золото ставит Диера. Ну Дарк плюси по лимиту. Ну Дарк плюси по лимиту. Ну что, Роучер, Реваджера, Линга, Прессинг. 65 на 100 фактически по-боевому. Дир пытается в тыл зайти. Кстати, у него Даркшайн есть, а между прочим он Оверсир разбрил. Пару Дарков здесь могут помочь в обороне. Сверху есть куда варпить. Дарки варпятся, но второй Оверсир подлетает. Дир понимает, что сбить бы его неплохо было бы, но сбить не получилось. Ну, кстати, Дарки с имморталами нормально там работают. Очень даже неплохо. Оверсира сейчас собьет. Дарк плюс иммортал вообще ништяк. Все здесь делают. Вот, Нексус чудом выживает. Дир отбивается вообще на соплях. И Нексус выжил. И сейчас Реваджеры будут уничтожены еще скорее. Один-то точно. Подними ты одного, ема, и забери. Нет, не поднимает. Собаки забегают с тыла сейчас. А они Нексус явно хотят минуснуть. Поднимает Реваджера. Или не Нексус? Надо Нексус, конечно, минусовать. Какой же поздний, да, Варфан? Понятно ж, куда бегут же. Дарк плюс Фатонка прикрыли. Дир идет в контратаку, ребят. Боевой лимит практически одинаковый. Архоны, Дарки и Морталы. Начинается бой. Поднимает Реваджера. Роуч Ворон падает. Роучи больше не будет. Вэллинг Несс тоже сейчас может упасть. Оверсиров аж четыре штуки там запиливает Дарк. Не поздно ли ты запиливаешь их? Не знаю, поздно или нет. Тайм Вард зашел. А почему бы телепортнуться? Дарков сливает на Бейнах. Не сливает их Вархонов сейчас Дир. Фейл контроля абсолютный. Мог телепортнуться домой спокойно. Сейчас не было Роуч Ворона в Эллинг Несса. То есть ближайшие где-то секунд 40 вообще б юнитов, кроме лингов, не производил в Дарк. А Дир мог бы телепорт сделать. Добавить еще Вархонов и пойти заново в атаку. Кстати, Нексус минуснул. Дарк тоже забеганиями проморгал этот момент. Но в итоге вы видите, что произошло. Дир все-таки умудрился слить эту игру. Хотя уже практически закомбэчил. Ну такая игра прикольная. То есть изначальный Чиз, переворот на перевороте. Сначала Дир был близок к счету 3-1. Потом Дарк отбился благодаря ошибкам Дира. Ну и своей крутой игре. В итоге все-таки пошел в атаку. Дир там очень круто отбился. С Дарками, с армией из тыла зашел основной армии Дарка. Вот архонами и иммортлами. Пошел в контратаку. Но в контратаке действовал не очень расторопно. И в итоге слился. Молодец. Молодец, потому что 3-2-2 и 3-4. Так, кстати. Не будем на месяц выпиливать. Не будем же встанеть сегодня. Так, на 20 минут выпиливаю. Если не поймет эксперт, то тогда применим санкции. Короче, весело-весело у нас все здесь проходит. Так, ну что, реклама поперла. Ребят, помните про отблокен. Ну и, естественно, про остальную поддержку. Дарк Дир. Финальный день у нас. Финальный день у нас мастер-колизея. Турнира. 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 Ну что, пятая решающая на Каталине Такой карте, которая, я считаю, для Зерга подходит Как-то получше, чем для Протсу Но, на самом деле, я так считаю Не совсем справедливо Почему? Потому что Когда я еще играл на этой карте Это был не Лотф, а Ходс И, например, Оверчаж Ну, ничем не мог помочь в обороне на этой карте Потому что даже стенку он эту отбивать не мог А тем более, третий Нексус Сейчас же Оверчажа другой Принцев 10 имеет Да и юниты другие, вообще все другое То есть здесь, на самом деле, карта нормальная Для того, чтобы Протсу с Зергом биться И Зергу Протсом Ну и здесь у нас, вы видите, в общем-то 17 хат Газпул Но хата Кстати, может она даже не 17 была Потому что Протс блоканул Заблочил на второй базе Заблокировал Постройку хаты Вынужден Дарк Второй на третий был поставить Ну, стандартный Достаточно расклад Так, Чарлик там что-то Выкусывает В пахе Так, Нексус строится Пилон Гейгас Нексус, Кибернет Кадира Стандартно Ну, вот может быть Сменить уже билд Сменить эту пластинку Ё-моё Сколько можно играть с адептов Старгейт Можно, конечно, всегда Играть одно и то же Ну, по-моему В Бу-5-то с такими уровнями Игроком, как Дарк Можно что-то и поменять Чтобы его удивить Как-то, я не знаю Тем более, Дарк на Белесконе Диеру вообще нечего скрывать Сейчас скоро новый патч Надо показывать все, что можешь Выигрывать все, что можешь Турнир-то с неплохими призовыми Онлайновые, в принципе Можно биться Посмотрите, что Дарк делает То есть, это уже очевидная агрессия Диер приходит Спалит, что ли? Ё-моё, Диер не видит Понимает ли Дарк, что Диер Раучфор не видит? Вполне возможно, что понимает И ушел Ох Вот это да! Вот Диер дает Но если он, правда, Даркшайн закажет Хотя Даркшайн То есть пока Сейчас Рауч Ворон Примерно одновременно Надо строить с Твайлайтом Заказаны Раучи Пока они идут Не, ну на самом деле Если Даркшайн заказать То тогда можно Как раз к моменту прихода Рауча Он там появится Или почти появится Ну там, кстати, секунду будет решать Это Роботикс И Даркшайн будет Ну Робо есть С другой стороны То есть можно и Мортал заказать Главное понять, что там Раучи будут Так, Адепта почти что окружил Дарк Да не надо отдавать его Будет заходить Адептам, интересно, Диер Зашел, да нет Туда, где Рауч Ворон Опять что ж ты творишь-то Пройди ты дальше-то Опять не замечает Раучи И они с закопкой просто Вот это да, блин За мной такой фигни не видишь Просто игрок настолько близок был Один раз И второй И не замечал ничего в итоге Но перестраховочные пилоны Мазершипы А, Диер видит, что второй хаты нет То есть третьей базы нет И он понял Что-то Даркому Монстрит Что-то он На самом деле делает Не понятно Да, полный блок Он все понял на самом деле Здорово всем Хим, привет Короче Здорово всем Раучи уже пришли И Морт устроится Нужно уверчаж выставлять Может быстрее Здесь новые пилоны Чтоб так быстро не прошел Дарк внутрь Так, опять вертолет летает Кажется Медицинский Так Адепт робующий Видел появившись Адепт видел А я не видел Как Адепт видел В итоге Раучи не зашли Здесь И Мортал И Мортал не дает Даже закопаться им нормально Куда он пошел Ааа На Мэне Пришли Но здесь Опсы есть Все нормально На Мэне Апсом отобьется Оверчаж Может поставить Имеет смысл Сталкер-то Погибничать Апсерверы сюда Апсерверы туда Здесь И Мортал В итоге Диэр отбивается И у него чаш У него призма Ребят Плюс 3 гейта Похоже, что все-таки Диэр не проиграет Здесь Но один Таракаха-то остался Короче, похоже Все-таки Не смог Дарк Сделать Реверс Килл Что называется Камбэк полный Он закамбэщил До ровного счета Но Вы видите Что происходит Здесь охранник Сталкер остался Вот он Таракаха Лови его Гада Так и филды Роучи Зажаты Апсервер есть С армией И все падает В итоге, ребят Все здесь понятно Меняет направление Удара Диэр У него Саплай блок Конечно Сейчас будет Только на 4 юнита Лимит Дарк Пишет ГГ Диэр В финале Ну что же Хира против Хира против Су Сейчас будет Матч Будем болеть За Су Почему? Потому что Чтобы зеркалки Не было Плюс Диэр Макро Игрок Су Они могут Хорошие матчи Показать Ждем Начала Диэр Удивил Убил Дарка 3-2 Ну вообще Как бы Он вел Даже 2-0 Но в итоге Дарк Два Тамача Взял Ну хоть Не в калитку И то Хорошо Как говорится Я смотрю Что на твиче Никто не пишет У меня двойные Чатики Почему-то Не схватили Чат Извиняюсь На твиче Это пишут Вполне Себе Тинг Себе 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 Так, скины, картинка уже уплыла Все, теперь я твич буду видеть Сразу одного дегенерата выпиливаю Естественно Со скинами картинку потом скину, если будет Рад ли я, что Пантореза забрели? Не, ну что Панторез забрели, это хорошо Но я буду рад, когда Су сейчас хиро пробреет Чтоб зеркалочки в финале не было Хотя, ну тут как бы на самом деле Побеждает всегда сильнейший В общем, может быть не зеркалка Более унылой, чем любая зеркалка вообще В общем-то Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе за скины Сейчас на твич скину Так, ну что, дали добро, кстати На стрим Братка против первого StarCraft Шоу-матч против Диволта Поэтому после этого пойдем шоу-матч Первого Старика стримить В 6 часов вечера Надеюсь, до 6 закончится Но это что, первую карту там пропустим Если не закончится Тинг сегодня стримить, наверное, не буду Так, кост есть Опа, заходим Это я скины на отвисит к скину Кто-то там спрашивал Про скины Так, Bumblebee это hero Проще написать будет сейчас Усу тоже там, по-моему, кривой никнейм В плане того, что там иероглифы Если убрать Ну это и есть, да, стимпанк Пацаны сказали Я вообще хер знает, что это такое Честно говоря ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А не, Усу нормальная Никнейм Ну ладно, пусть я уберу Так, вот надо убрать тогда Секундочку, ребят Так, спасибо за информацию Стимпанк направление научной фантастики Моделирующая цивилизацию в совершенстве Освоившую механику и технологии паровых машин Как правило, стимпанк подразумевает Альтернативный вариант развития человечества С выраженной общей стилизацией Под эпоху викторианской Англии Вторая половина 19 века Эпоху раннего капитализма С характерным городским пейзажем И контрастным социальным расслоением Понялся Куда уж тут не понять Так, ребят, ну С мейна пока что хиро играет Как вы видите Сейчас я удалю всякий флут с мыла И все будет ок вообще И посмотрите, что творится, ребят Хата первая Усу на золоте Семнадцатая, по-моему И до готовности пула Третья на стандартный второй Но дрон это что-то не переводится Почему он дронов не переводит? Золото, конечно, имеет смысл Без перевода дронов Но хиро сам золото ставит Сейчас вообще Так, полуобубевший Ты что-то там это Вообще последнее время Уже не полуобубиваешь А полностью А никнейм-то хороший Не дебильный Поэтому лучше тебя не выпиливать Сейчас Золото раскачивается Без перевода дронов вообще Адэф заходит, хиро Признаться честно Я бы хотел бы Финал посмотреть больше Хиро Дарк Мне кажется Мне казался Казался он до этого Поприкольнее Но Но Теперь уже точно Опа Телепорт Пробочек Стандартный Расклад для процесса Ну вот этот билд Кстати, Су-то пока не видит Чего ему ожидать То есть он думает Ага, я тут халявщик Еще тот золото поставил А хиро просто сам золото ставит Ну и сейчас добыча выше Стандартный Здесь катается Все Кстати, пока катаются Рабочая сразу Добыча просела Ну вот они возвращаются И сейчас она опять Подпрыгнет У зерга Но Потеря там Даже 10-15 секунд На золоте добычи Сразу несколько сотен Минералов Не 15 Тут наверное 15-30 секунд Не добывал Су-то да Несколько сотен То он потерял Так У хиро 2 гейта 10 Твайлайт На золоте Пилон Еще один Дома Триадепт Ставят И старгейт Кстати, через старгейт Золото давно Я чуть не видел Су, кажется Понял, что здесь Не просто так Нету Некусу второго Потому что Ну как без Некусу второго быть Прибегать Бинги Оверчаж будет Все-то Ни хрена Пока не происходит Ну лучше не тратить Энергию Если есть возможность Так сделать Так Прилетает Арахул Не-не-не-не-не Ты че, блин Чуть не слил Арахулу на золоте Везде Спорки есть Сусу уже Вэллинг Нест Попер Вэйра пока нет И Глефы пошли После старгейта То есть не роба Хиро Раньше Именно такой билд Отыгрывая Делал следующее Он Ставил роба И там 2 гейта На золоте Отстраивал имморталов Набрыли Здесь роба Ставил на мэне Короче Были имморталы Для обороны И Доварпс 3 гейтов Плюс уверчаж Потом еще Плюс 3 гейта Добавлял их 6 Становилось соответственно И он делал чаши И имморталы Плюс зелки С чашем Шел вперед То есть как Дир Примерно точку В решающей игре Поставил Таким миксом Против Дарка Но с экономикой Золотой Хорошей Можно кстати Стадис сюда попытаться Пилить бы было Например Но не стал Пытаться Диро Это делать Глеб пока не готова Ревелэйшн Кидает Чтобы минеральную линию Светить королевами Чужими Собак 32 штуки Пока Глеб нет Адепт могут Они выпилить Но Оракул Прикроется Даже один Оракул Собак Просто так жестко Начинает Минусовать С адептами Что Тяжеловато Его Отбить Ну вот Оракул Кстати энергию Потратил Здесь уже нечем Прикрывать Энергии нет Сейчас еще Адепт Пачечка Выдвинется Нексу ставит Третий Посмотрите где Не на второй позиции А здесь на открытой позиции Ну как-то вот Очень опасно Здесь то хоть Стенку можно сделать С другой стороны Отсюда дальше Рабочих переводить Здесь понятна Причина по которой Там не заказано Адепты окружаются Глев и есть Плюс Оракул Бомбит И они успевают Оттелепортнуться Сейчас К вновь Подошедшим А здесь Гейт у хера Я думал Думал Призма Или откуда-то он варпит У него пилон и гейт Варп медленный Пока что идет Вообще как бы Проблемы у Сочи Большие сейчас У него 10 бейнов Делается где-то там Вдалеке Сзади в итоге Пилу Адепт не могут Поймать этими Беллингами Су И Роучи Строятся 7 штук Конечно Но успеют ли они Достроиться Так Сплит пошел Куда они там Заходят Они вдаль заходят Здесь беллинги Успели зайти В адептов Надо сплититься Кира не успевает Идеально сплетануться А адептов Взрывается Значительная часть А тут и Роучи Подоспели Но пока Су Экономики урона Не получает Своей Есть сплетка На золоте Перестраховочная Можно сказать Очень неплохо Она перестраховывает Непонятно Зачем здесь поднята Королева Оказалось В итоге Непонятно Что с ней делать Хотя ее можно Нормально Ой Трансьюз Не успел запилить Что ж ты делаешь Так Ну адепты Телепортируются К второй Роучи Реводжеры Конечно же Без скорости Бэйнов больше нет Реводжер вперед Влетает Су Понимаешь Приоритетная цель Для фокуса Но адепты Благодаря мобильности Своей Просто развели Зерга Сейчас минус Королева Будет и рабочих Немало Сольется Семь штук И здесь Адепт Влетку убивает Короче 1-0 Хира Ребят И Если так Продолжится То выпает В финале Будем смотреть Ну тут Су Сыграл Золото Послепую А Хира Сам Золото Поставил Это Зарешало В итоге Очень сильно Еще не вечер Еще не вечер Но я уверен Что Хира Может выпилить Су Так же Как и Су Хира Хира Придется Су Сверхагрессивно Играть В Хорошем Макро Особенно В средней Стадии Средний Хира Тоже Хорош Да и Супер Лайт Он может Сыграть Конечно Не знаю Мне кажется В средней Поздней Стадии Хира Должна Упилилась Вначале Вы видите Хира Просто Шатает Бегает Туда Сюда Ничего Не сделать Кстати Су Больше Боевого Лимита Но 19 Рабочих Осталось Даже Если Су Сейчас Отобьется Даже Если У него Скорость Была Грелку Добавить И все Все Закончились Иссяклась Иссяклась Силу Продсу Су Пытается Рабочих Отстроить Но Это Нереальная Задача Против 55 Пробок На Трех Нексусах Продсу Правда Золото Кончается Сейчас Здесь Хира Поставит В перспективе С 24 Восстановить Чарж Архива Темпларов Ну Хира Не лезет Никуда Он Пытается Отстроиться Сейчас Суж До 40 Рабочих Отстроил У него Было 20 Всего Меньше 20 Рабов Отстроить У него Было Безапас Ресурсов Экономика Личинки Чхат Это 4 Он Сейчас Просто Сдф Зажал 20 За раз Сразу Заковал Еще Потом 20 И Сравнялся Тогда Да И По Лимиту Более Мене Ровно Было У него Не было Такого Количества Рабочих А Ахира Всю Свою Армаду Ведет Вперед А Именно Три Грелки Адепты Зелки Иммортал Один Идет Сейчас Еще Архонов Довар Будет 2 Сн3 Есть С Энергией На Гвардиан Шилд Феникс Там Один Все Все Что Есть И Призма Есть Наличие Плюс 2 Пчетром Вика Архон Будет Плюс Зелки Чаж Еще Не готов Много Раз Пока Архон Сливается Чаж Доделается 139 112 Прям Лоб Атака Идет Все Чаж Готов Зелки Прям Бэйнов Прыгают Кстати Уже Не придумали Чтоб Они Прыгнули Но Слишком Чего Много Этих Зелков Несмотря Что Они Дэмэдж Вначале Получили Смотрите Суда Отбивается Ребят Лимит Равный Ну Как Отбивается Начало Боя Было Для Су Положить Но Слишком Большое Преимущество Кира Показалось Что Сейчас Сколько Лимиты Боевые Сравнялись Благодаря Тому Стрелки Развалились На Бэйнов Первые Но Дальше Нет Потенциала Чтобы Отбить Остатки Этой Армии Здесь Архон Цимор Он Просто Ждет И Грелка Осталась И Грелку С этих Ваерболами Су Накрыл Но Вот Было Хоть На Я Не Знаю Сколько В этом Замес На Хотя Быть 10 Лимитов Больше Было Может Су Перевернул Но В итоге Не Получилось 1-0 Хира Дожал Все Так Су Продолжение следует Субтитры сделал DimaTorzok 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 нет шнут 6 кого-то еще я забыл потому что плюс не плюс кило жур плюс мейджеры только 7 человек получается 8 кто я забыл ну ладно не суть вопрос там сами посмотрите кто еще скоро мы увидим от кореи судар крок зерги я думаю что как раз этот общий самый на данный момент хорошее забегание судим остров собачками пробегает минус оракул минус отру еще точно поэтому я его забыл выше чертов корейско-американец ну прошел значит молодец раз не могут его выбить ничего не поделать до кривой нефти расставят отменяет сразу заново заказывают косяки двумя оракулами пытается подхарать здесь три королевы пытается хира выпилить одну из них она под хорку впаливает к замансил тут что называется су убежал от оракул да куда ты его будешь то и бьет ему с поркой не фокусит ни хрена вот этого бы бил оракул сбил бы ну ему кореец блин где фокус то нифига не на не расфокусил нифига не расфокусил но ничего страшного оракулу да можно и масса оракул со стороны хира билд идет с двух старгейтов третий нет понимаете сюда он все давно понимает он уже гидральском делается скорость вот тут статистные ловушки начинают напрягать шатать вместо статистными ловушку долго голову можно морочить очень долго как-то необычно смотрите дроны погибают какая-то хрень наверх улетает непонятно еще два оракула прилетает 4 гидрала но это получает не фейковые гидрала соответственно это гидрала которая отгонят оракул по задумке я так думаю кстати здесь еще один стазис пытался поставить хир да похоже на то но при этом всем су еще и шпиль ставит против 200 гидрала против двух старгейтов шпиль это караптер если только резкий свитч караптеров может быть четвертую хату су вообще ставить не спешит понимая что ее могут отменить ну вот он сейчас поставил достаточно ли гидральсков 7 гидральсков 6 королев против 8 оракул не если все королевы там хотя или хотя бы штуки 3 взять с собой то они могут так пошел замес гидралы королевы должны танчить против оракул это абсолютно очевидный момент часть оракулов выпилился у 3 штуки один еле живой ушел но главное что хата ставится спорку бы не помешало одну еще хату запилить вообще ну что же 7 оракулов у нас и раздул старгейтов строят больше не мастет переход уже в землю идет то есть чаш архива темпларов зилки архуна либо зилки шторм сразу скорее даже второй вариант зилки шторм наверно оракулами постоянно находят уязвимые места у нас королева минус спорка минус дрона пытается уйти хорошо собаки подбежали затанчили здесь немножечко демжа 3 гидральска на 7 оракулов не это прохладная идея ну что ты хира блин вроде ничего не предвещало беды но взял выпилил просто сейчас мейн рабочих как бы сука 2 хаты одновременно ставят возвращает все на добычу спорку восстановить не мешало бы потому что оракулы то продолжают строиться здесь есть караптеров кстати говоря 8 штук что ими можно сделать например отменить вот этот нексус попробуем зеленка или вот этот но не так под уверчажем конечно здесь тоже уверчаж будет плюс сталкера есть не рискнул су тут что-то отменять оракула опять врыв делают на второй но второй 2 спорки плюс королева с гидрой вот здесь вроде как су готов к рыву ну и рабочих восстановил смотрю пошла агрессия 3 дрона убил оракула потерял сказал что нормально это для зерга плюс 5 муталисков а что же муталиск кстати этими 5 муталисками можно даже не пытаться оракулы словить а вот посмотрите здесь фотонок нет нигде им хира нет фотонок лети да харась там в тылу где нибудь вообще привет монтрел пулт не вернулся из армии а он стримит из армии насколько я понял вот смотрите мутка залетает ребят плюс караптеры да вот не терять ты времени караптерами сразу на них зеленку налил бы и вообще хорошо бы было ну вот 7 рабочих убил уже в плюсе немножечко по рабочему 5 хата добывается и в принципе и гриды есть неплохие броня пошла интересно второй коготь дальше будет делаться или рейнжовая атака вторая вопрос пока открытый так араптора одного выпилил о этого арахула одного выпилил смотрите ка су здесь хорошо хорасит очень армия мобильная хиру нечем принять этих муталиска караптеров зелень можно прям на анексус влить сейчас не спешит он этого делать хира в ответку пошел да смотрите хира уже счастье как су развел вообще на ровном месте оппонент его развел и все поставил сюда оверчаж лети зеленкой все вообще заливай что видишь главное не в одно здание зеленку кидать ребят вот что важно решил отдать нижнюю хату ну дронов можно было повезти пеникс и прожил почему он зеленкой то не пользуется не пойму бейлинги без покатушек очень плохо что бейлинги без покатушек надо ждаться попытаться но двести в сто шестьдесят семь по лимиту бейны заходят шторм получает но часть из них успевает пройти дальше гидрарисков много из-под шторма желательно ими правда вытянут штурмовиков кстати много осталось но до заказа конечно усу вселяют надежду на успешную битву эту для зерга но вот сейчас контроль вообще как-то ай бейнов выпиливает хира всех морфивщик со сколько ж много шторма боевой лимит хороший четвертая хата падает караптеры там муталискинексу выпиливают здесь зеленкой неужели в нет ничего важнее что зеленкой можно выпилить плюс еще архонщики у хира здесь морфятся бейлинги гидра выходит шторма больше нет но зелков такой давар племит уже рано неужели все да архонов дофига и здесь ничего не сделать вообще ема сколько зелков там у хира запас такой был который решает ребят даже эту карту ту вот как он умудрился проиграть хрен его знает ну бейлингами поспешил сюда надо было тянуть до покатушек видимо это гагенчес не вижу я варианта здесь отбиться ну прилетели когда же они призму ну собьют призму подохнут сейчас и все караптер дома зеленью не заливал то есть здесь да ну короче вообще воссу дает 2-0 в пользу кира ребят ну даркс 0-2 на закомбэщил на 2-2 способен лесу ну пока я что-то не вижу эти способности так у нас была армия по стриме мол бы деды бы правильно телепортироваться на ущелье да нет для дедов я думаю это вообще норм как в дмб говорилось мы с тобой в портянках от армане отсюда уедем если полк у нас бы попал бы и прознали пацаны что там что такое на стримах можно делать так ну что же летает 181 157 абсолютно без шансов здесь выиграть нет варианта вообще никакого даже грейды у хира получше экономик куда все лучше у хира от версачи ну значит от версачи я уж подзабыл если честно ну наконец хира начал движение какое-то пора добивать уже которые ходят за су здесь и болеют чтобы завозы ой чтобы пвп не было в финале но тут уже все ясно и пора уж просто поставить точку и выяснять может ли су еще закомбэчить или нет здесь 200 хира вообще грейпич и и и Так, ну что ж, пелю рекламу. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, либо 3-0, либо камбэк. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такс... Там находится или нет, не там. Так, что-то поднимаю, опускаю, поднимаю, опускаю, 17-я хата, газпул, су, ребят. Так, Каталена, карта. Хира, пилон, гейт, досник, с кибернетчика. Позиция Хира в районе 12, су на 9. Это больше... С 12 до часа примерно. Позиция называется. Так, ну посмотрите, что Хира предпринимает. Ну, на такие решения Хира силён, в принципе. То есть он ставит гейт первый, но видит, что здесь хата и решил, что можно её подфатонить будет сейчас. Ну давайте посмотрим, получится или нет. Дрон приходит, но су нифига не проверяет вообще. А это фейл. И вот только-только фатоночки с страны Хира пошли. Как су отреагирует? Четыре линга, две королевы. Да что они сделают? Да нифрена они не сделают здесь уже. Тут разве что всех дронов сразу брать. И то здесь пилон заказал. Один хотя бы. Вот эту фатонку уже не сгрызёшь, потому что она прикрыта. Вот здесь только один, дрон и два смогли бы кусать, да, как бы. Понимается, уже здесь ничего не сожрёт уже. Хира четвёртую фатонку ставит. Ну, так отменить-то же легко. Или даже нет, не отменить. Не, ну, кстати говоря, если вот эту отменить, теоретически можно сейчас намасить собак, ребят, со скоростью. И пока хата не погибла, просто сгрызть пилом попытаться. Как вариант. Спасибо, Евро Югей. Будем верны, конечно. Но ещё будет первый Старик в ближайшее время. Приходите, смотри. Кстати, сегодня будет первый Старик. И не рестрим, а из игры. Я вообще тысячу лет не стримил из игры первый Старик, поэтому я даже немножечко переживаю. Потому что я даже не помню, как на канал там проходить. Ребят, передроп лингов на мейн со Странсу. Они сейчас будут со скоростью. Врыв также будет сейчас и не только на мейн. Всё, собачки готовы. Пилона нет у Хира здесь. Пробка минус раз. Пробки на газе здесь пытаются усуфрить. В это время забегание на вторую. Помогай, потонку-то минусует. Потонку минусует. Зилка минусует. Пилон на рампе. Ой, Зилот вышел ещё один над собаками сверху. Почему дотекания лингов-то не было у усу сейчас? Ну ёпросто. Было бы дотекание, я уверен, можно было бы здесь ещё биться. Ну, 7 пробок минус. Ну, в принципе, по лимиту более-менее норма идёт. Здесь хат вторая доделают. Третья. Вот она пошла. Стандартный разброс. Бас при таком раскладе. Ну, здесь полный блок рампы. Придётся перевозить собак опять на мейн. Или что делать-то вообще? Ну, всё, они забежать не могут. А здесь адепты лу стоят. Ну, её просто... Почему сразу-то не заказал собак? Ведь мог бы сейчас в великолепном стиле просто пробрить вообще. Вот. Кам-н-кам примерно одинаковые на данный момент. Рабочих примерно одинаково. До этого, конечно, у Зерга было поменьше. Почему у рабочих было поменьше? Вот собачки опять полетели. Я понимаю, пикиру, что они могут залететь. Не знаю, но он пилон сбривает. Нет, понимает, да, что могут залететь. Здесь два адепт. Делок мазеркор. Я думаю, что даже имеет смысл собак обратно засадить в овер и улететь просто нафиг отсюда. Но если получится мимо свалить, то можно было бы сюда. Кстати, почему мимо не стал пробежать? Я не знаю. Но решил, что много там не напробревает, видимо. Ну, по-рабочему он уже в плюсе, ребят. По лимиту более-менее идёт. Коготь заказан. То есть можно и биться вполне себе. Чё во сколько? Первый StarCraft. Я сказал, что 6 часов начало, но всё зависит от финала. Но у нас 2 часа ещё до финала, поэтому, как бы, я думаю, успеваем в 6. Успеваем в 6, я думаю. Так что всё окей. Так, овера бомбанит. Пеникс, овера забомбил этого дропа у которой. Здесь зачем-то студерётся лингами против делков, против АДФ, сгрызает или нет? Почти что-то. А, сгрызает, смотрите, куда же сбрыз здесь всех юнитов. Собак, правда, слил тоже, блин. 30 штук слил собак уже. Но это не все здесь слились. Часть-то они в Харасе там слились, соответственно. По лимиту в плюсе. Коготь и лингов очень много, ребят. А с когтем тут изи. Изи, что называется, Су отобьёт всё. Кстати, хотя нет, Беллингбас нет. Здесь Оракул. Мне бы казалось, сейчас бы Беллингбас сделать всё на одном пилоне. Весь здесь. Очевидно, да, как бы Су это должен понимать. Потому почему бы, потому что он видел, что здесь второй, а один-то должен быть выбить, чтобы пройти, как бы можно было. И, кстати, вообще нет на рампе никаких юнитов. Сейчас вот Ира. Заказывает Роуч Воррен, что перестраховывается. Почему тут лейер бы побыстрее ему сделать, мне кажется, надо? С лейером будет гораздо проще здесь дефиться. Видит Су... Нет, не видит Су третьего Нексуса, но он подозревает, что что-то туда выехало, что ли. Вообще, Чи Вижена нет. Но вот он прибегает сюда, смотрите. И он, конечно же, будет убить собак очень много. Кадеп приходит. Феникса, два Оракула приходят. Оракулы прикроют. Нексус, уходи, Су, собак теряет скука. Успеет выпилить? Успевает, да? Ну, Киро-нибудь, ну, псом он скейп жмёт. То есть, в итоге, собак уже 50, то есть, где-то 20, ну, в районе. 20 собак здесь потерял Су на том, чтобы хату отменить. Мне кажется, это дороговато цена за отмену просто хатки. Надо уже сейчас Су подумать о том, как вот эту хрень бы всю выбить. Потому что здесь хата взойдёт, во-первых. Во-вторых... Во-вторых, отсюда до варповы, видите, идут. Адепты вон на мейн пролетают. Просто в наглую. Начинают рабочих выпиливать. Сувлин, вместо того, чтобы домой идти, что-то там бегает. В итоге покатает дронов тут ему хира. Ой, как хорошо. Ну и адепты под фотонки опять свалили. Вот, посмотрите, не выбил эту хрень. Ну, ёма. Что сразу-то? А, здесь уже и Оракула. Теперь хира, знаете, как её прикрывать будет? Конечно же, он будет её хорошо прикрывать. Эту позицию. Королев 6 штук, правда. Кстати, с королевами можно попробовать здесь что-то сделать. Оракула покутит сюда. А что, да-то, он не Оракула покутит. Он королевами с адептами берётся. Сюда, блядь. Адепты куда они? Ушли на вторую. Пошли на 10. Всё, здесь третью. Фу, ребят, всё-таки отбивается. Там два роба у хира уже стоит. Третий никс вообще не раскачан. Но по рабочим больше, в случае, чем у хира. Ох, выбейте пилон отсюда уже. Блин, выбейте этот чёртов перрон. И тогда уже что-то делать можно будет. 95-82, Су ещё в плюсе по лимиту. Вот, наконец-то пошла атака. Собаки роучи заходят. Не знаю, вот в первом в Старкрафте гораздо проще убить потомки при таком раскладе. Во втором, на самом деле, и пилон убить просто. То есть здесь у него 200 кп. Возможно, даже меньше урона получил бы у нас Су на выбивание, получается. Гидроден готов. Шесть первых гидралов. По экономике в плюсе. В принципе, Су... Вот здесь эта спорка кривейшим образом стоит. Она блокирует добычу просто нормально, по-моему. Хотя не, она особо не блокирует добычу. Здесь дроны сами на вот этот минерал сзади заезжают. Она блокирует, может, только вот этот минерал спорка. Поэтому не страшно. Шесть гидралов есть. Еще три строятся. Плюс один. Тут по два эморфла. Хира пошло с другой стороны против гидралов. Там эморфлы, они не супер решающий юнит. Если сделать еще по катушке, то можно биться. Либо на масс гидре будет атака. Но... Опа. Вот это пробегание. На вторую забегалити прошло со стороны Су. Две пробки выпилили. На мэне зелков до варп Хира делает. Но на второй Хира вообще не отреагировал. Он что ж не видел, что Су засплетил 12 рабочих. Минус какой в провал вообще. Вот кто может вообще такое заванговать, что забежали 6 собак и 17 рабочих выпилили. Но это сразу Хира отбрасывает просто, я не знаю, на несколько минут назад. И ему пробок надо восстанавливать. У него нет возможности четвертый строить сейчас базы. А он пробок не встанет. То есть либо вулын идти, либо пробок строить. То есть и немножечко в тайминге быть отброшенным назад. Ну и я думаю, что улына тут Су легко достаточно отбивает. Шторма нет против Гидры и Мортала. Что они там против Гидры? Хира, кажется, думал, что Су тут вообще без этого будет без Гидры играть стиль. И сейчас выйдет еще плюс 14. О, 20 есть и 9 строится. 29 Гидралов. Как раз там секунд 20 остается до плюс 1 атаки. И я думаю, что сейчас должен Су, обязан Су принимать этот выход Хира. Обязан, просто обязан. Ой, Русу тут запилил аж до 200 лимита. Все, плюс 1 грейд доделывается. У Хира плюс 2 доделывается. Пошла атака. Гвардиан шилд не сразу Хира вырубил, но тут и с Гвардиан. Заржи просто больше, ребята. Против Гидры нету адекватной армии, которая пью от Билла. Фронт великолепный. Оракулы сзади сейчас развалятся моментально. Тут даже Су не пытается что-то кусить. Призму там, а клик и убивает вообще. Ну, собственно говоря... В этой игре Су мог проиграть, но все-таки комбэй щит. На одну карту сейчас. Так, спасибо Евровике еще раз за подержовствие. Прыгаем сразу же в игру. Сразу в топчик. Спасибо всем, кто поддерживает. Продолжение следует... Ты не будешь ботулначь извиняться? Так мы тебя заставим. Ну и что тут? Против партии пойти решил, что ли? Не понял. Извиняться он не будет. Будко поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает Заю. Не хочешь извиняться? Не за что извиняться. Найдем за что. Не хочешь заставим, как говорится. Ладно. Хорош. Всякую хрень пороть мех депо, ребят. Четвертая карта. Хира против Су. Спасибо, Витька. Спасибо всем, пацаны, кто поддерживает. Джонсом занимается. Играет Су в 17-ую хату. Опять же, Хира играет с мейна. Пилон, гейт, застройщика. Газ. Но Газ один пока. Это, видимо, застройка на рампе. А Нексус будет снизу. То есть стандартный пилон, гейт, газ, Нексус, кибернетка. Может быть, Хира Газ второй добавит. Но вообще бы он уже его добавил бы, наверное, если бы хотел. Я так полагаю. Так, ну Нексус погнал, ребят. Здесь пилон, кибернетка, ой, гейт, кибернетка. Да, пилон, гейт, кибернетка. Со стенкой на рампе дома, получается, на мейне. У Су 17-ая хата, газ пул. Газ добывается. Третья пока тайминг хаты непонятен. Но не до готовности к У Су ставит. Будет ее, потому что дрон бы уже выводился. Вот уже 300 есть. Сейчас даже чуть раньше хата была бы заказана. Потому что Овер бы тогда не строил бы Су. Просто вот этого заказал бы третью. Ну, тоже билд, на самом деле, макросильный. Такой макроориентированный. То есть, две инъекции сразу на мейт пойдут. Плюс еще одна королева заказана будет для крипа видными. Так, Су подписан, как Ира. А вот так вот нормально Су подписан. Счет меняю. Да, нормально так, Су подписан. Че-то я там заступлю, тупорезал маленько. Твайлайт у Хира. Люблю игроков, которые не играют подряд одним и тем же билдом. Ну и, кстати, Дир последнюю карту пятую тоже билд изменил и Дарк пробрел. Су играя через скорость Овером. Соответственно, ну здесь надо болеть за Су. Нужен гамбэк. Нужно, чтобы Су проходил финал, чтобы у меня ПВЗ было. И желательно, чтобы все это до 6 часов уложилось, короче говоря. Ну что же, Роба, Роба Даркшайн у нас делается здесь. Плюс и ты пошли, пока что два. Сейчас еще один будет запилен, третий в продакшн гейм. Где он сюда влезает? Да, сюда влезает. Либо сюда, я не знаю какой хер. Либо сюда, куда угодно. Короче, его можно впилить. Что-то хера пока не пестрана. А что он гейт не добавляет? Я не понимаю. Ну, то-то если он не добавит еще один гейт хера, то я первый раз тогда такой билд вижу, что именно Даркшайн с трех гейтов играется. Не с четырех. Раньше в какой-то момент появился билд, что с двух гейтов Даркшайн играется. То-есть, сначала два дарка варпица, они что-то там харасят, ходят. Потом еще два варпица и вархонов сливаются вообще. Так, Даркшайн спален или нет? Спален. Как он здесь летал ловер? Даркшайн-то в видимой позиции поставлен, может быть, даже специально. Чарльз пошел от хера. Ага. Здесь контр-дроп собак очень в тему заходит, этот контр-дроп. Собачки прямо на мейн пробегают. Кира без мазеркора. Да, без мазеркора билд, там два дарка варпанулось. Но собаки-то как грызут. Можно и сталкера бы сгрызть, на самом деле здесь было бы. Ну а хера не будь дураком, через минералок дронами сталкера, пробками, чем сталкера, прокрывает. Но уже шесть рабочих слил. Можно мимо сейчас пробежать внизу, подгрызать попытаться. И это хера сейчас и сделает. Ой, Дарк против. Дарк хера, блин, всех перебрал. Сука, они сейчас делать, но... Дома роучи. Опа, пять дарков. Это реально много, но их есть чем выбить. Есть вижен, точнее, на них. Одного хитрого нинзачка сныкал у нас хера и идет на вторую базу. Начинает рабочих выпиливать. Все быстро достаточно реагирует. Но пять дронов не досчитался. Дарк быстро выпиливает с удара, естественно, этих рабочих всех. Десять дронов плюс устроит. По-моему, он в плюсе сейчас. Нексуса здесь нет. Третья хата уже давно есть. Рабочих сейчас к шестидесяти быстро выпрыгнет он на эту цифру. Но плюс два архона, ребят. Есть призма в наличии. Гейтов, правда, три. А, гейта три, два стройца. Да, пуши сейчас прямо не будет. Да и роучи есть. То есть подготовится суд. И лэйр. Сейчас скорость роучем у версиры будет. То есть дарки уже не так будут опасны. Со скоростью там архонов уже будет принимать. Но вот сейчас архоны на третью хорошо залетают. Здесь вообще нет прикрытия. Ни у королев, ни у дронов. А и дронов, и королев. Архоны выпиливают просто на пять с плюсом, на самом деле. С бонусом со своим, но роучи вовремя подошли. И королевы что-то там убежали. И дронов погиб. Один дрон, по-моему, всего. Остальные выжили. Один дрон погиб, а Саньки, Сереги, они все ушли. Сами поняли, да? Так, здорово, влач. Тиранов нет, что ли ты? Поход, с луны свалился. Кайтем, братенька, ты чё? Сетки везде, где и всегда. Открой глаза. Смотри ими. Будь внимателен. И ушами слушай тоже. Хорошо. Плюс один скорость. Руущим, ребят, 123.90 на 100 по лимиту. Неужели Дарк собрал... О, этот супа собрался прессануть. Работаешь. Индексит гуглень-то и работай. Дропчик лингов будет на мейна опять. Кстати, спалились линги на Сталкере. Гейпи открывает сейчас. Архоны-то в тылу, между прочим, летают, харасят. Два Эморкла уже есть. Куда там дроп? Дроп заходит прямо на мейн. Сталкера забирает хира. В это время Архона, харас плюс делки в тылу. Но Руущий Иисус в часть дома держит. 150 по лимиту. Надо Руущий Реваджеров, и тогда можно будет заходить, на самом деле. Здесь призму, конечно, хотелось бы сбить. Её физически нечем просто сбить. Собаки прямо в минеральную линию залетают. Здесь были Беллинги. Вообще бы сейчас печально пробкам стало. Насколько быстро хира среагирует. Не быстро хира реагирует. Уже три пробки потерял. Пять пробок потерял. Дарки, зилки выпиливают сразу пять собак. Три садятся в овер и летят на вторую базу. А здесь Руущий, кстати, тут... У хира, кстати, такое бывает. То есть гейты поставлены... И так сойдёт, что называется. Как поставились, так, блин, и поставил. Не стенка, не краза. Зато тут зилки за гейтами варпятся. Такие там, типа, за гаражами, короче, рождаются. Зилки за гаражами родятся у хира. И выходят в кабину валят просто Руущим. Оверсира с собой не взял. Зато фаербулы отцу проходят. Хорошо, ну как же дарки прессуют? Вот же оверморф и его делает что-нибудь. Сделай же ты что-нибудь. Да варп взял кофсу, развалился на дарках. Ну видно же, что они в бою. Где он сейчас? А, он дома контролит. Ё-моё. Здесь минус третья хата. С призма, ребят, победа хира. Пвп в финале у нас хира против диро. Будет тут уже понятно всё становится. Здесь проб зергу не выиграть никак. Хорошая ведь атака была. А ведь был бы овер здесь, хватило бы возможно. Хватило бы возможно. Но я не уверен в этом. Хватило бы. Пвп так пвп. Надеюсь, что оно будет интересным. Не обязательно каким-то долгим, а может с разменами скинуть. Ну, посмотрим, посмотрим. Ира и диро могут и в пуш сыграть. Как угодно могут сыграть. ГГ, ступишек. Ну, неожиданно сегодня, что вот так усложилось. Ну, а чё делать? Попинь. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же, ждем, ребят, мы продолжение... Так, переменовываю стрим, ребят, зато, наверное, на шоу-матч успеваем мы идеально... Ну, тут несколько дней один и тот же турнир к айтем, поэтому ссылки даже менять не приходилось. Удобно очень было и анонсы пилить, но я старался, когда время было, пилить заранее. Вот сегодня, вчера, вчера вечером в час, когда спать ложился, как бы анонс запилил. Вот. А, бот, лунать еще там заливает, как обычно, а? А, бот, лунать еще там. А, бот, лунать еще там. А, бот, лунать еще там. А, бот. 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 Если что, бань. Баня. В баню хочешь, что ли. Ну все, про игровую игру, ребят Так, ну ругаться не надо с людьми Это точно Ну что, бой 7 пвп, ребят Ничего не поделаешь Но финал, в любом случае, матч будет интересный Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, одну минуту просит подождать Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Так, каналы с тобой закрыты Я говорил или нет, нет, он открытый Но как бы до канала ты зайдешь Но на хост не попадешь В любом случае На канал-то можно зайти Легко Все, поехали, ребят Финал у нас Вчерашний день, кстати, выложен уже, помните Можете смотреть Запись выложена Данного турнира Данного турнира Так, рекламу беру А че тут пауза Ставить, тем более, ПВП в финале Все, поехали, ребят Ой, Хира там, где нужно стоит Все, Хира против Дера Глубоководный риф у нас Первая карта Но я уверен, что по 7 будут и Чизово, и ПВП И макро ПВП, по идее Вот, призовой фонд турнира Сейчас сколько Сейчас, дам тебе ссылку на сетку На твиче, блин, бота у меня нет Я хз.к, а там еще можно сетку Да, запостить вообще Продолжение следует... Призовый фон 10 тысяч долларов общий для онлайн-турниров, очень замечательный, я бы сказал, 4 рубля первое место, 2 второе, третье, четвертое, кто вылетел по рублю бакинскому, получили уже, по-моему, достойно для онлайн-турниров очень даже, учитывая, что в корействе все играют вообще. Контору нормальную ставки делать в ЕГБ или вот Leon eSport.com, с которым я раньше сотрудничал. Кстати, нет, мне эту ссылку надо. Сейчас я вам тебе скажу даже. Так. Вот, если будешь легиться по такой рексе ссылке, чтобы мне польза была. Вот. Ну, по крайней мере, никого там не кидали ничего. Вот он, Нэнтыч, тебе он даже про печень рекламы идет. Понимаешь? Это знак был. Ладно, последнее предупреждение унесу. Вот. База атакована. Адептами Хира приходит, ребят, через адепт. Начинал 2 пробки выпиливать, здесь дир что-то адептами... А, ну здесь стенка была, адептами зайти не может, поэтому... Оракулам надо облететь, можно выпилить, тогда адепту будет просто. А ведь у Оракула по адептам бонус очень быстро выпиливает их Хира, естественно, в итоге. Ну, сам пару пробок убил, адепт выпилил вообще. Ох, развел на оверчаж диро, чертяга Хира. Хорошо, сейчас адепты развели в итоге. Кстати, игре Оракул может зарешать, то есть на одной базе юниты должны стоять, а на другой оверчаж будет. Оверчажа-то пока нет. Ярдос на Корее без пинга тренется. А как он может на Корее без пинга тренется? Не понял. Так, секунду, ребят, мама звонит, что-то хочет. Враг познает нашу ярость. Я здесь, среди теней. Так, совсем я подзабыл, мама звонит, а я вообще забыл. В 5 часов дедушка должен приехать, мой как бы надо будет открыть дверь. Вот, там по делам пинга завтра. Не помню, что-то там надо завтра или сегодня будет делать. Расплатный прокс и пинг. Так, ребят, смотрите, что творится. Здесь Арахула 4 штуки, Хира выпиливает сталкеров. В это время он зашел 4 адептами, но на сталкерах развалился к чертям. Но рабочих поубивал 5 штук и в итоге на 10 рабочих у Хира больше 35 в 25. Ну а здесь с Н3 с призмой летает, плюс сталкеров. Круппа хорошая такая вперед идет, то есть это будет явный пуш со стороны Диира. Ну куда он сейчас идет, я что-то понятия не имею. На хрен он снизу пришел, вот что он снизу хочет сделать? Вот через этот проход, он хочет зайти через этот проход, он серьезно хочет через этот проход и его дает. А на хрена? Ёма, какой неудачный стадис своих же юнитов заблочил. Два сталкера просрал. Вот как можно придумать такое, чтобы через этот проход сюда заходить? Да зайди ты здесь, хоть пошире немножко, и то там он не широкий, но блин, пошире будет. Везде стадисные ловушки, с Оракулов просто дофига здесь у Хира уже. Но филды неплохие, страна Диира, выносит 4 зелка, выносит Сентрюд. Так, вырывается на мейн, стадис Сентрей блочит. Надо их увести, Оракулов разводится, смотрите. Ой-ой-ой, не слабый тут лифт пошел. Филд успеет поставить Диир. Да, успевает Филд. Смотрите, давление это хорошая Диира, но Грелка выходит сверху вовремя. Оракулов пытается покутить, Грелка выпиливает призму. Появляется Эморкл, ребята, 1-0 Хира. Это улын со стороны Диира было, он не может здесь убить Хира, естественно. Здесь просто хлам разваливают, видите, потери вообще. 1-0. 2-0. Вторая карта у нас. Если б Диир сразу бы не с лоу-граунда пошел, а сверху, попытался через проход тут пройти на вторую, а потом, возможно, лифт сделаю, то вполне возможно, вполне возможно, получился бы этот пуш. Ну, в итоге, вы видите, что получилось. Не развалился? Полтора часа у нас еще до первого Старкрафта. Ну, если что, ФП поиграю, на самом деле. Вот, и... 18. 19. 19v. и , Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Ну что, вторая карта, Хира против Диера, ребят Хира ведет, по-моему, правильно никнеймы, да, поставлено? Да, правильно все поставлено Пилон Гейт у Хира на рампе, кстати говоря, два газа Стенка в ау-граунде будет, получается В разведку пошел, Диер в разведку не идет Не, пусть Вердос тренится, ему на веске ехать еще Сегодня я отписал человеку, мне звали стримить матч в Москву Вердос против Сливки Ну, на лане, получается, он должен был состояться, как бы, в рамках весга финала Вот, но что-то пока ответа я не вижу То есть, я просто не знаю, это 22-го числа будет А у нас анонсирован запуск Русбрейнкапа, например, у Старику на это число, как бы, вот И я даже не знаю Ехать туда или нет, так как бы Если там матч этот будет, как бы Дадут добро, там Проезд, проживание, там А платят, как бы, нормально все будет Тут небольшой плюс какой-то за это все дело тогда Поеду, я думаю, при других раскладах смысла я не вижу Старгейд у Хира на мэне И один адепт строится, то есть Кстати говоря, кстати говоря Гейт, а что Диер делает еще? Он через два адепта играет, тоже в Старгейд, кстати, более поздний Но если он Феникса закажет, Оракул сразу же примет Хира мэн он тем более не спалил Зато Некс у Хира пораньше будет, здесь полный блок, то есть сюда не пройти будет никак И Мазеркор есть Что за юни-то первым Хира закажет, это вопрос пока открыт Нексус пошел Ну, газ есть на Оракул, минералы в Нексус уложено А, пробку отменил, да, чтобы Чтобы минералов хватило Феникс первый, ничего себе, смотрите Ну, тут посмотрим, что Диер Если Оракула первым Диер закажет, так вообще, да, смотрите Это вообще полная контра, вообще Две пробки еще, одним адептом две пробки минуснул Да, есть запись вчерашнего дня Вконтакте, группе на Гудгейме На главной, везде, короче, есть Вот Пробочкой тут, что-то Диер ездит Ну Хира Фениксами вперед не летит Диер зато Оракул вперед летит Надо его принимать Все, Нексус готов Авершоу в этом году не будет уже Разве тренировки Надо узнавать, где На обед Но я перед стримом сразу записи выложил, на самом деле Так что она уже с часа дня где-то там есть Так, ну Фениксов Что-то Диер, смотрите Как Диер по не понял вообще, что-то Нет, Диер ничего не понял, но Он просто Оракула сныкал, он чует Прикиньте, чуйка, да, у Диера какая Но здесь Феникс пущен И Хира понимает, что надо сбивать Оракула Вот он его нашел, смотрите Вот он, чертяга, где летает Минус Оракул, вот он А нет, другой взял Феникс Здесь два Феникса Три будет сейчас, плюс Таргейт А у Хира уже пять штук на данный момент есть И шестой сейчас выйдет уже То есть можно полететь просто И на мейне поправливать Попытаться Вот держал бы чуть с ревелэйшном-то подальше Феникса Чтобы не палить контору, что называется У Фениксов-то пять, а я ей у Верчаж пошел Удастся Мазеркорки разбить? Нет, не удается Но зато пробок пять штучек подрезал У Верчажа все выманил Феникс шестой прилетел Все еще преимущество по Фениксам солидное Шесть в четыре То есть без потерь можно разваливать И ревелэйшн спал То есть, да, вот, смотрите, лэвк на мэн идет И под Гвардом, конечно, Фениксы дэмэджи меньше получают Но все, Хира все выпиливает наглухо И нужно отступить Вообще в клам Хира убивает оппонента Просто в клам, ребят Я извиняюсь, но это какой-то вообще Дичь вообще тут Хира творит Еще один Феникс вылетел Сразу же в расход его Хира пускает ГГ, ДР пишет, просто Хира Бесподобен что-то сегодня пока что в ПВП 2-0 Разрыв идет Так бы всем, как Хира контролить бы Ну тогда я извиняюсь Как играть-то тогда ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Такс, не знаю, будет ли 4-0 или не 4-0, но всех я вас рад видеть. Приветствую, пацаны, вас всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Помните про то, что нужно поддерживать меня и мой канал. Подписывайтесь на бремиумы. Ликвизиты на всех каналах есть. Прямые либо через G-player. Блоки отключайте по возможности. Третья карта. Хира ведет 2-0. Карта Пульт на Ивор. Синий Хира, красный Диар. Хира 5 часов. Диар 11. Диару надо собраться. Диару надо комбетчить. Ну, Хира очень солидный путь проделал к финалу. Сейчас я вам напомню историю. Хира вышел со второго места, ребят. Так же, как и Диар со второго места из своей группы вышел. Поэтому он играл в плей-оффе с Ро 12, то есть первого раунда. Диар минус нул импакта 3-1. Классика 3-0. Дарка 3-2. Сегодня Дарка 3-2. Ну, а Хира Рога 3-1. Хира Инновейшн 3-1. И Хиры Су 3-1. Всех по 3-1, короче говоря. Но, ну, мне кажется, по именам как-то у Хира посерьезнее. Там пацаны были чуть-чуть, чем у Диара. Ну, не знаю. Посмотрим решающую карту. Стеночка на рампе от Хира. Если адепты будут рываться, будет влог к Элоном. Кибернетка здесь то же самое примерно. Да не примерно, а вообще такая же рампа застроенная. Немножечко в другом месте кибернетка стоит. Ну, разница. Это не дает особой роли, не играет. Дир пришел к Хира. Видит все прекрасно. Так, второй пилун тоже видел. Третий нет. А здесь, знаете, вот прокси какой-то пошло. Что решающий? Гус 7, да. Игра не решающая. Так, бля, кибербэт. Что за кибербэт? Скинь ссылку. И оказать сейчас только контор всяких. И мне нечего сказать. Так, с Даркшрайну Диро попер, ребят. У Хира в Рокси Старгейт. Хира пилон ставит Диру как-то в тыл прямо сейчас. Смотрите, как вообще он... Вот кусочек, где не видно, и здесь же этот пилон ставит. Ну, прикол вообще. Еще и пробки... Прям под мейном Хира спрятал у Диро. Здесь пилон выпилен. А Диро имеет ли пробки пилоны, точнее, в тылу у Хира? Нет, он нихрена не имеет там ни из пилонов. Сейчас будет... О, Даркшрайн Хира спалил. Диро идет вперед сталкерами своими. И что теперь он собирается делать, Диро, я не знаю. Но вряд ли при таком распаде Даркшрайн может зайти, да, как бы... Сталкеров здесь у Диро больше, чем у Хира. У Хира, точнее, чем у Диро, извиняюсь. Разваливают он нафиг. Пробка найдена, короче. Даркшрайн вообще не зайдет здесь, абсолютно. И Диро сразу же блин заказывает. А здесь Оракул прилетел, Мазерхор не на позиции, ребят. Это 3-0. Похоже на то. Просто жесть какая-то. Стоит посмотреть больно вообще глазам, ребята. 17-2-4 воробам. Разве что нет у Судииера пораньше. А так все просто плохо, очень плохо. Второй Оракул вылетел уже. А, кибетик. Ну, я с ними сотрудничал когда-то. Условия были нормальные. Но, как бы, люди жаловались, что... Либо им там обрезают сразу лимит, если они выигрывают. Либо там каким-то причинам не выводят деньги. Просто некоторые люди были такие. Ну, по-формальному, грубо говоря. С одной стороны, вроде право, а с другой не особо-то право. Вот так вот. Ну, а потом они резко скали, что, типа, ну... Давай перерыв сделаем. И потом просто... Они отвечали в скайпе ничего, как бы... Представители конторы этой... Так что, там такое дело. Ну, что ли, вот, Диэр тут... В принципе, Диэр выжил, да, как бы. Он продолжает биться. Хиропрессинг не продолжил. Но преимущество на его стороне вообще. Диэр будет искать прокси Старгейт, видимо, сейчас. По рабочим отставаниям не дико большое. Вот что самое главное. То, что по-боевому там отстает Диэр, это, конечно, плохо. Но еще можно закомбейчить, как бы, будет. Вот уж по рабочим отставаниям это не очень хорошо. Но оно не гигантское. Шесть рабочих. В среднем. Да не, ЕГБ, на ЕГБ таких не было. Жалоб, как бы, никогда. А кто-то откуда там открывает. И что тут было? Через ВПН все откроется. Просто сейчас, ну... Старки все блочат, они постоянно зеркала делают там эти. Меня это всегда поражало в последнее время. То есть, что просто ты можешь идти по городу, например, у нас, да и в любом. И просто откровенно отделение ставочной конторы там находится. Но, ну, в интернете блочат, кайфу. Ну что же, Оракулум 2 СН 3 херазавры с сталкерами тут на блинки заходят. Короче, везде пытается напрягать. Один сталкер вперед идет. Диэр пытается напрягать, чтобы на стадис не попасть. Диэр пытается напрягать. Ну что, попытки Адира, ребят, прохарасить. Но не особо результатов дали попытки эти Адира прохарасить. То есть, Хира стабильно развивается. Третий Нексус у него пораньше, чем у Диэры. Вот уже газ пошел. Сейчас Архонов будет напилить. Ну и Чаш плюс 2 раньше. Получается, чуть Архонов не сливают. Что-нибудь Шторм собрался, что-ли, делать? Да навряд ли Шторм он будет делать ПВП. Вот. 125-98. Ну, на блинке входит и пытается харасить. Ну, здесь Иммортал есть. Две штуки уже без шансов тут харасить. Здесь, кстати, Пилон есть. Даже Призму не надо особо ставить. Получается. То есть, можно через Пилон прийти убивать. Апсерверы... Есть у Хира, кстати, с Армией. У него есть вообще опс? Ну, два опса. Да, один с Армией, один вот здесь висит. Кстати, Призма с Дарками вот это замечательно зайти может сейчас. Здесь Зилок и Дарк. Здесь четыре Дарка. Мейн можно выпилить вообще на Изище. Просто вот сейчас минус Фатонку. Минус Пилона, например, здесь. Или Нексус. Рабочие не успевают подойти. Фатонка падает. И Дарки нормально здесь решают. А, еще и Зилки зашли. Ну, кстати, дома-то у Диера ничего нет получается. У Хира больше боевой лимит. Плюс два еще. Грейт не готов. Здесь четыре Увертяжа, но юнитов вообще нет. Практически. А здесь еще три Яма. То есть, о, здание Хира скрывает моментально. Увертяжи выставляет Диер. Четыре штуки сразу. Но тут нет прикрытия Увертяжем. Поэтому они сильно не зарешают. Это 3-0, скорее всего. Хотя боевой лимит-то близок. И, кстати, Хира тоже выпиливает. Диер Хира выпиливает сейчас. Но здесь Микс лучше гораздо достался. Посмотрите. 80 на 49 по боевому. Здесь 4 Иммортла. 4 Архона. Оракул, Ревилейдж, Ноксер. То есть, Арки здесь точно не зарешают. А здесь что? 4 Арка Дилков. Там 10 штук плюс 3 Сталкера. Вообще ни о чем. Не, вот один Архон появился. Вот Хира быстрее. Элиминейт не сдание. Здесь Хира... Ооо, здесь еще и Оверчарж с Фатонками ездил. И сзади приходят. С тыла, короче. Не, 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 не. Что-то здесь... Не, здесь Диер-то все убьет, конечно. Но дальше-то что? Перспективы какие? Перспективы отсутствуют, по-моему. Абсолютно. Некуда. Диер садят прямо у Хира дома. Тут кончаются здания со скоростью света просто. В другой стороне Дарки тоже, конечно, дамажат здания. Быстро. Посмотрите, сколько здесь осталось всего. Если был бы хоть какой-то шанс лоб подраться, хотя бы есть на рампе. Да, ладно. Ну, шанса-то нет. Плюс Хира спас пробок несколько штук. И есть Реса на Нексус. То есть, дальше никакого нет. Биться Аркона. Слевая одежда. То есть, 4 Аркона будет, ну, один Даргова, Асталкера и там 3 делка, по-моему. Да, вообще смерть. Ну что, Хира сюда приходит. У него тут и Аркона столько же, и Мортал, и всего у него, короче, больше. И от террора полная дичь очень. Ну, хоть карту-то Диер возьмет, интересно. Сегодня. В финале. Какой-то унывый-то, а финал 4-0 получится. Ну, зеркалка что-то сделать. Либо было бы не зеркалка. В другом, наверное, было бы позицию Диер занял. Ну, Хира Нексус заново прям на третьей базе ставит. Лезть не хочет. Можно и Мортлами. Вот, например, смотрите. Здесь нечем и Мортлых даже отогнать. Кроме трех Сталкеров. Просто Призму убери, сюда ими подходи, снизу ковыряй. Призму здесь держи контроль. И все, как бы Ревелэйшн кинул на ТГ. Минус Талкер, что-то унесло. Да ну, Кайва там вообще ни о чем. Расклад. Добычку там начинает. Хира, кстати, Блинк есть нет? Хира, Блинка нет. Да он и Мортлами контролил бы вообще, да и все. Зачем давать Диеру жить, не знаю. Чего у Хира дожидается. Лучше он дожидается, что сейчас у него... Хотя, с другой стороны, смотрите, у Диера вообще ничего не... А вот, кстати, Клевон остался. Варк небольшой все-таки будет, но у Хира больше. Сейчас у него добыча начнется. Здесь как бы у него получается и... Ну, Саплайблок у него есть, но добыча-то сейчас начнется. 7 пробок есть. Сейчас сразу Клевона сюда-сюда вперил. Здесь гейт. И здесь 4-5 гейток заработает, получается. Несколько зелков Хира пошли добивать все, что здесь есть. У Диера Дарк, судя говоря. Здесь на рампе сдержал вроде как. С призмы Дарк приходит, шатает. Хира, кстати говоря, 3 пробки минус. Из Хира такую игру отдаст более вредового я вообще развития событий просто не видел тогда в жизни вообще. На ушки невозможно просто отдать эту игру, ребят. Вот лифт на мейн пошел с стороны Хира, но он просто рабочих шатает пока что. Здесь зелки пришли, выпилили, все. Дарк отобьет, кстати, зелков, скорее всего. Так, дайте здесь... Дарк еще один зашел. Всех пробок Диер Хира убил. У него 0 осталось в итоге, ребят. Что за чувство вообще? Давайте сейчас проиграет еще. Через Эвку призмой домой летит. Через Эвку лететь в такой ситуации домой. Что ты делаешь вообще, болванка? Ну это перебор, реально. Призмой через Эвку у Диера летит, сливается. И главное там зелков Дарком порезал. Просто заново пилон поставить. Даже можно призмой было бы рабочего вниз увезти. И прийти отсюда, как бы, и попытаться что-то сделать. 3-0 хира, ребят. Не, ну как, в Алмазе они точно не играют? Участники Близкона. Один участник Близкона и один крутой игрок, но... Хочу вообще, это что-то отлетает вообще. Хочу вообще. Хочу. 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 Продолжение следует... 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 что будет шатать блин главное нет а камни проблевает и хира просто пресекает это офигеть просто какой фейл вообще сейчас хира поймет что тут блинка нет 4 сталкера как с куста 8.61 по лимиту неужели 4.0 вообще мы шли-шли столько дней к этому финалу и здесь мы видим такое ну пвп с хира я вообще бы как бы опасался играть хотя тот же стат с хира я видел не раз как его проблевает но если хира будет в такой форме как сейчас по-моему с ним очень тяжело будет биться 8 гейтов у дера разве что есть у хира пока что 5 только гейтов по рабочим правдир при этом всем остается самое удивительное чарж одновременно там архива темпларов у хира у хира только плюс 1 а у хира уже 2 делается у хира и газ на третьей базе даже раньше начал добываться то есть а здесь уже кстати архивы темпларов есть но на толку что они есть есть один архон еще на одного газа у хира там на 3 архона газа сейчас и по архону в плюсе будет соответственно когда доделается это здание и пойдет первый вар так сталкер вперед погнали играет дед камни рядом с того чтобы убиваться и ручит с толкерами бегает на чеками нахрен эти камни нужны вообще не знаю такая карта где можно много камней завалить проходы можно пробить некоторые прохода ну карты есть всегда прикольно на самом деле потому что немножечко прибавляет всяких фишек стратежности где-то подловить можно оппонента где-то самому неожиданно зайти так извиняюсь что-то немножечко подрубила здорово валерию скроу здорово всем ребят 5 архонов плюс 2 пищеварняка 4 сейчас будет 6 будет архонов 4 некст у хира раньше начал газа бывает две фатоночки здесь пилоны все строится еще два гейта плюс 3 делать и 2 фаржи у диро заработали правда 2 фаржи это хорошо но фатонок нет например вот у хира фатоночки кроме 3 где армия стоит на всех базах есть у диро на 2 только есть и здесь даже абса например нет на этой 4 некст уставит не знаю по боевому хира уже на чирик плюсик его сдержит ли диро агрессию еще у диро микс неплохой давайте по юни там посмотрим 4 иммортал 15 зелков 4 архона сталкеров 4 штучки пару центрей тут 8 архонов и против имморталов это очень хорошее оружие архонов такое количество то есть имморталы против архонов они шарики они плотные знаете очень они потанковывают просто в легкую все вот 4 некст устав миньон дальше лезть я смысла не вижу никакого этим сплэшом забрал центре да просто сменить направление движения только не так на мумию пошел что ты делаешь перехвалил я а диро этого просто не видит сейчас он занят непонятно просто мимо этой армии прошла такая куча ее просто на мумию можно было принять достаточно было через а клик пойти ну просто послать армию дир же настолько невнимателен был богат ну потому что здесь контр харазбу что даже и этого момента он не сделал просто вот те игру дают возьми ты ее возьми ее нет ни хрена дир стесняется не может взять игру и расплитит все на два направления с двух сторон сейчас атака будет вперед тайм варфы хира ставят но у диро за 4 оверчажа здесь будет 4 оверчажа знаете ли это хороший расклад мазер хор проблевается здесь забегание не прокатил здесь фотонок много сталкеров несколько дир там рядом держит здесь нархонов пошел зачем делками узкий проход из своих оверчажах нархонов пошел растоптан дир просто вытер хиро об него ноги просто в этом финале пвп не знаю как так то вообще просто вообще в план развалили 4-0 ребята поздравляем хиро чемпион мастер колизей он второго сезона в кал финал разобрал вообще сейчас молоча вы что всех поздравляю ну только два амортала погибло короче там при потере при проходе этом так ну что же рекламу впиливаю еще раз ну хиро это точно к близко ну готов короче топ старт я делаю пацаны ждите